Константин Паустовский Блистающие облака Роман Собрание сочинений в восьми томах Том 1. Москва. Художественная литература. 1967 год Блистающие или светящиеся облака наблюдаются очень редко. Их часто принимают за ненормально яркие зори. Они слагаются из мельчайших частиц вулканической пыли, носящейся в воздухе после сильных, катастрофических извержений. Учебник метеорологии Истории, рассказанные ночью Вставайте! Капитан потряс Батурина за плечо. Скоро Пушкина! Поезд гремел среди леса. Пар шипел в кустах, как мыльная пена. Стояла ледяная и горькая осень. По ночам ветер шумно тряс Над дощатыми крышами гроздьями стеклянных звезд. Огородные грядки были подсыпаны крупной солью мороза. Пахло гарью и старым вином. А в полдень над горизонтом розовым мрамором блистали облака. Капитан скрутил чудовищную папиросу из рыжего табака, пристально посмотрел на работницу в красном платочке, дремавшую в углу, и спросил ее деревянным голосом, «Вы рожали?» «Как?» «Детей, говорю, рожали?» «Рожала». «С болью?» «Да, с болью». «Напрасно». Батурин от изумления проснулся, даже привскочил. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окном мчались назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь, ветер, кусты и леса. Мосты звенели коротко и страшно. Путевые будки налетали с глухим гулом, и проносились, затихая, к Москве. «Вот это ж парит!» Капитан расставил покрепче ноги. «А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают». «Я знаю, что яйца пекут по-караимски», пробормотал насмешливо Берг, «но чтобы рожали по-австралийски, что-то не слышал». «Вы многого не слышали, к сожалению. За эту тему с вас рубль». «Ну, рубль», — вяло согласился Берг. «Рассказывайте». Капитан был неистащим. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка. Сначала Берг записывал их, потом бросил, изнемогая от их обилия, не в силах угнаться за веселым капитанским напором. Очень просто. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рожает во сне, поняли? Мышцы сокращаются, мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии, и то в виде опыта, в тюрьмах, над арестантками. Узнал я об этом в Брисбенской тюрьме. Меня засадили за забастовку моряков. Мы пустили на дно в Брисбене корыто со штрейкбрехерским грузом. В тюрьме я им показал. Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я помыл пол в камере. Я спрашиваю, будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы? Он удивился. Брисбенская тюрьма, его величество, короля Англии. Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме. Я ему не обязан. За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи лупил в дверь изо всех сил. А парень я, видите, здоровый. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами. Чувствуете, что поднялось? Тарарам, гром, крики. Но терпеливые черти молчали. Только в час, когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы. Как дела? Спросил он ласково. Благодарю вас, сэр. Вы намерены еще продолжать? Вот отдохну малость и начну снова. Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до десяти утра. В десять утра меня вернули в мою камеру. Пол был начисто вымот. Это не арестант, а дьявол, говорили сторожа. Из-за его джаз-банда арестантка номер восемнадцать родила на месяц раньше срока. А ребенок жив, спросил я. Жив. Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в ладорет. Простите, миледи, писал я, что из-за меня вам пришлось поторопиться. Она была дочь мелкого фермера и сидела за убийством мужа. Тогда вот я и узнал об этом способе. Она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее в саду при лазарете. Меня тоже потащили в лазарет. Я симулировал подучью. Я испортил им много крови. Вот, капитан вытащил из кармана синюю толстенькую книжку. Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский. Семашка издаст. И я заработаю на этом деле не меньше ста червей. Капитан начал развивать изумительные перспективы. Новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию. Женщины будут рожать каждый год. Республика завоюет весь мир. Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе, сказал Берг. Вашим именем будут называть детей. Вы будете богом женского плодородия и бронзовые пеленки... Берг вдохновился. Бронзовые пеленки будут обвивать пьедестал вашего памятника лавровым венком. В вашу честь, Прокофьев напишет марш грудных детей. Торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир, чудесный рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко. Работница засмеялась. В черноте блеснули туманные огни джутовой фабрики. Проревел гудок. «Ну, вы метаетесь», предложил капитан. «Приехали». Дача стояла на краю леса, на отлете. Капитан каждый раз, когда подходил к ней, останавливался и спрашивал, «Чувствуете, воздух». Пахло колодезной водой и глухой осенью. Батурин растирал между пальцами желтые листья, и от пальцев шел запах горечи. Свежесть ветра, дождя и похолодевших рек пропитывала опадающую, почти невесомую листву. Осень умирала. Смерть ее была похожа на чуткий сон. Зима изредка уже порошила по золотым деревьям и мокрой траве реденьким и осторожным снегом. Осенняя свежесть продувала всю дачу, особенно капитанскую комнату, похожую на ящик от сигар. Капитан любил плакаты пароходных компаний. «Руяль», «Мейл», «Канада», «Мессажери», «Марити», «Софторг Флота», «Лойт Триестино» и многих других, и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Распушив хвосты, они сидели на березе против капитанского окна и, вытаращив булавочные глаза, цепенели перед черными тушами кораблей и белыми маяками на канареечных берегах. Крапал дождь, и видение экзотических стран застилало беличьи глазки синий пленкой слез и восторга. По вечерам капитан возился над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенное. И примус, и механический пробочник, отламывавший горлышки бутылок, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся странными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого и простоватого хозяина. Там были лоции, мореходная астрономия, азбука коммунизма, Джек Лондон по-английски, много географических карт и Библия. Убежденный безбожник, он читал Библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику. На книгах спала австралийская кошка Миссури с зелеными глазами. Он привез ее из Австралии как подарок друзей. Миссури была худа и деликатна, не в пример вороватым и ленивым российским кошкам. На стенах висело штук пять часов. Капитан был любитель точных механизмов, барометров, секундомеров, хронометров и пишущих машинок. В отсутствии хозяина часы наполняли пустую дачу живым, очень тонким стуком и сумрак сосновых комнат казался теплее и уютнее. История капитанских плаваний, сидения по тюрьмам и религиозных диспутов с паторами была так сложна, что даже он сам не мог привести ее в порядок. Перед приездом в Москву капитан был начальником Мариупольского порта. Там он с обычной прямолинейностью вывел кого-то на чистую воду, установил суровые корабельные порядки, перегнул палку и был устранен за недостаток дипломатического такта. С тех пор он отказывался от сухопутных постов и ожидал назначения на пароход. Он знал, что капитанов в Союзе в двадцать раз больше, чем пароходов, и потому не торопился. Только раз в неделю он ходил справляться в управлении морского транспорта. В остальное время он писал статьи о своем прошлом. Батурин пристраивал их в морской газете, чинил точные механизмы и переводил книгу о безболезненных родах. В этот вечер все трое, Берг, капитан и Батурин, собрались в капитанской комнате. Капитан пропивал гонорар за статью об углублении Мариупольского порта. В статью он ухитрился вернуть анекдот о дельфине Лоцмане. Этот престарелый дельфин вводил пароходы в порт Глазго и получал от портового начальства ежедневный паек полпуда свежей рыбы. Как же он вводил, заинтересовались в редакции. Плыл перед носом, лаконически ответил капитан. На бесшумном примусе створили наловленных накануне Батурином раков. Весь день раки дрались в ведре, злобно щелкали клешнями и хлопали хвостами. Миссури стояла на книгах, глаза ее метали зеленые брызги, она шипела, и хвост ее, похожий на круглую щетку, странно дрожал. Сейчас раки лежали успокоенные, оранжевые и пурпурные, чуть подернутые старой бронзой на синем блюде. Водка была прозрачна, как лед, рюмки потели, и звон их соперничал со звоном точнейших часов, спешивших к далекому утру. Ледяная ночь шумела листвой по крыше. Было слышно, как за две версты неслись поезда, изрыгая ржавое пламя. Звезды падали за стеклами окон, гонимые ветром. Уют наливался теплом, из медного чайника со свистом вылетал пар. Миссури ходила около стульев и нежно мяукала вся в ярком круге лампы молнии, боясь ступить в тень под столом. Батурин, выпив, любил говорить печально и значительно. «Слышно, как уходит время», сказал он, закуривая. Табачный дым обтекал сверкающее ламповое стекло, и он долго следил за ним. Вот это тишина! Берг тишины боялся. Боялся мертвых ночей и одиночества. Он был молчалив и спокоен. Тихий еврейский мальчик, думал о нем Батурин. У Берга часто болело сердце. По ночам оно мотором гудело между ребер, и Берг затихал, не засыпая, прислушивался к предсмертной обморочной тоске. Из упрямства, из мысли, что писатель должен пройти через все, он заставлял себя спать в полуразрушенном мезонине на сене. Ветер насвистывал в щели и ворошил сено, шагал по гулкой железной крыше, тупо стучал еловыми лапами в оконную раму, но Берг терпел. Утром этого дня он, как всегда, встал рано и пошел на серебрянку купаться. В истине черной воде струились по дну, как волосы, мертвые травы. Едкая роса капал ассасин. Над ельником в тумане, как бы в дыму пожара, выползало косматое клюквенное солнце. Берг быстро разделся, погладил голубоватую вялую кожу. Солнечное тепло не могло пробить мощную толщу сырости. Ледяной ветерок подымался от насквозь промокшей земли. Берг бросился в воду, вскрикнул и тотчас же выскочил. Он быстро и плохо вытерся и оделся. Сырые ноги зябли в рваных ботинках. В теле не было обычной бодрой теплоты и быстрая боль внезапно дернула сердце. Берг согнулся и застонал. Если бы можно было пожаловаться, стало бы легче, но жаловаться некому и нельзя. Кулак, стиснувший сердце, разжимался медленно. Сперва Берг мог вздохнуть в четверть дыхания, потом в пол дыхания, потом он осторожно выпрямился, вздохнул всей грудью и, боясь споткнуться о корни, пошел к даче. Надо кончать повесть, подумал он. Как бы не сковырнуться раньше времени. Писал он на подоконнике, сидя боком на продавленном плетеном стуле. Цепной пес Цезарь завиде Берга в окне, долго и обиженно лавил, а Берг смотрел на него и грыз карандаш. Берг работает, говорил просыпаясь капитан, и стучал в стенку Батурину. Вставайте! Семь часов, Цезарь завыл! Никогда Берг не писал так легко, как в этой комнате, засыпанной желтой листвой и сеном под лай мохнатого пса. Солнце подымалось над серебрянкой, небо накрывало леса хрустальным колпаком, и тишина рождалась в перелесках. Только сердце в такт бегу карандаша билось легко и быстро. Сейчас Берг вспомнил об этом и улыбнулся. Вы чего, сказал капитан, и вдруг спросил, вы женщин любили? Берг смешался и покраснел два раза. Ну, что ну? Рассказывайте, ваша очередь. Берг помедлил, повертел пустую рюмку. Неожиданно он понял, что вот сейчас расскажет самое главное, о чем даже думать позволял себе редко и неохотно. Он взглянул на Батурина, поймет ли. Батурин был печален, лицо его покрылось нервной бледностью, в углах губ лежала горечь. Он внимательно посмотрел на Берга, усмехнулся. Ну, что же? Берг вспыхнул. Ладно, вам же хуже, невнятно сказал он. Да, конечно, любил. Двух. Одна была женщина из книги, Настенька из идиота. Из-за нее я первый раз в жизни украл у отца два рубля на театр. К нам приехала труппа из Киева, они ставили идиота. Настеньку играла Полевицкая. Я проплакал на галерке спектакль, потом спрятался в уборной, чтобы не уходить из театра. Из уборной перебрался под лестницу. Идиот шел два дня подряд. Я просидел всю ночь и весь следующий день меня никто не заметил. На репетиции я слышал ее голос. Потом Капельдинер нашел меня и хотел вышвырнуть. Он обозвал меня пархатом жиденком. Я дал ему последний рубль, чтобы он не выгонял меня. Смешно. Так я начал страдать из-за женщины и из-за литературы. Капельдинер толкнул меня в шею. Сиди за вешалкой, байстрюк. Я просидел до спектакля и дрожал от страха, что меня накроет другой Капельдинер. Выгонит и я больше не увижу Настеньку. После спектакля я пошел к бабушке Мани. Домой я идти боялся. Я стонал при мысли, что в жизни никакой Настеньки нет и не было. Зачем так выдумывать, я никак не мог понять. Зачем так мучить людей? Берг задумался. Миссури вскочила ему на колени, запела и начала тереться, закрывая от наслаждения глаза и прижимая ухо. В антракте выпьем, предложил капитан. Тонко посыпался звон рюмок. За стенами начался дождь. Он рассеянно постукивал по желобу. Я пошел к бабушке Мани, занял три рубля и бежал в Одессу. Отец запорол бы меня. В Одессе меня подобрал поэт Бялик. У него была своя типография. Я работал у него мальчиком. Вот вам одна история. Он помолчал. Первая была ненастоящая женщина. Конечно, лучше бы ограничиться только ею. Вторая была настоящая. Русская девушка, дочь профессора. Это было под Петербургом на даче на Неве. Я ходил за ней как тень, как собачонка. Она говорила мне, милый вы, милый Берг, куда вы годитесь? Я жалко улыбался в ответ, старался быть незаметнее. Я забыл сказать, что я гостил у профессора, отца девушки. По ночам было светло, я читал Пушкина, не зажигая лампы. Горы зелени тяжело висели над водой, вода была черная и чистая, такой воды я нигде не видел. Как-то мы катались на лодке, я греб. Она откинула со лба мои волосы, пригладила и сказала, устал мальчик мой милый. Мы тихо пристали, вышли. Белые ночи раздражают, путают людей. Я тогда как-то забыл об этом. Проходили мимо купальни, на лодке сидел рыболов, я видел красный уголек его папиросы. Она вдруг сказала, я пойду выкупаю из Берг, подождите меня здесь, я тоже буду купаться. Вы? Она искренне удивилась, вам ночью нельзя, почему? Глупый вы мальчик. Да потому что вы цыпленок, еврей. Ладно, ответил я, и у меня похолодело все, мозги, руки, даже живот. Ладно, идите купайтесь. Она ушла в купальню, я быстро разделся и бросился в воду. От обиды я глотал слезы вместе с Невской водой, быстро ослаб, меня понесло к середине реки. Я закричал, мне показалось, что не река от меня, а море, вспухшее море, и я не вижу берегов. Все равно подумал я, пусть. Очнулся я на бонах спасательной станции. Меня растирал матрос. Над кущими садов уже разовела заря. Она стояла на коленях рядом с матросом, в купальном костюме, бледные, черные волосы прилипали к ее щекам. Берг, я же вам говорила, крикнула она, когда я открыл глаза. Я сел. Матрос принес мне платье. Она побежала одеваться в купальню. Матрос сказал мне, с вашей комплекцией вы плавать опасаетесь. Грудь у вас узковата. Я поблагодарил его, оделся и пошел пешком к Петербургу. Я слышал, как она звала меня. Берг, Берг, куда вы? Берг, сумасшедший! Она бежала за мной. Я остановился. «Что с вами, Берг, милый?» спросила она с большой настоящей тревогой. «Куда вы?» «Ставьте меня», ответил я глухо. «Я вас ненавижу». Я отвернулся и пошел через сады к мостам. Она молчала, я не оглядывался. «Вот вам второй случай». «Вы ненавидите ее и теперь?» спросил Батурин. «Да, ненавижу». Батурин усмехнулся. Берг взял папиросу, руки у него задрожали, и он неловко положил ее обратно. Батурин вспомнил, как Берг закаляет себя. Его купание на рассветах, его обдуманное упорство, и вслух подумал, «Да, это хорошо». «Это правильный вывод». Капитан определил просто. «Антисемитка». Дождь звенел в желобе. Казалось, он звенит годы, столетия, так равноверен был этот привычный ночной звук. Оцепенение дождя и мурлыканье Миссури внезапно были нарушены ударом ветра. Он хлестнул по стене гибкими ветками берез, швырнул ворох листьев, капли торопливо застучали в стекла и в лесу раскатился выстрел из дробовика. Залаял цезарь. В печной трубе заворочилось мохнатое существо, которым пугают детей, и тяжко вздохнуло. Капитан прикрутил лампу. «Кто-то мотается около дома», сказал он, всматриваясь в окно. Цезарь гремел цепью и хрипел от бешенства. Невидимые шаги трудно чавкали по грязи. Потом в окно громко застучала мокрая рука. «Эй, кто на дворе?» крикнул капитан и подошел к окну. Он нагнулся и рассматривал серое лицо за стеклом. Человек в мягкой шляпе что-то неслышно говорил, губы его двигались. Ветки хлистали его по спине, капитан открыл окно, ворвался ветер, широкий гул леса, лампа мигнула и потухла. Человек за окном спросил тонким мальчишеским голосом «Здесь живет Берг». Берг бросился отворять. Незнакомец вошел, снял пальто и оказался худым с легкой сединой в волосах. Его желтые ботинки размокли, на них налипли лимонные листья. Он несколько раз извинился «Я больше трех часов искал вашу дачу». Спросить некого пришел наугад на огонь. «Выпейте водки, согрейтесь», приказал капитан. «Я не пью». «А вы так, смеху ради». Незнакомец с внимательным изумлением взглянул на капитана и выпил. Это был известный инженер Симбирцев, специалист по двигателям внутреннего сгорания. Берг несколько раз рассказывал о нем капитану. С инженером Берг познакомился в столовой дома Герцена, где собирались по вечерам бездомные поэты и праздные люди, любители Чарльстона и Фокстрота. Инженер был склонен к литературе, любил стихи, писал их изредка и печатал под псевдонимом. Склонность к стихам Симбирцев тщательно скрывал от товарищей, о стихах он говорил только с немногими поэтами. В разговоре с капитаном Берг назвал инженера лириком. Капитан возмутился, в его мозгу не укладывались два таких враждебных занятия, как моторы и поэзия. Берг же говорил, что наоборот, в машинах и чертежах больше поэзии, чем в стихах Пастернак. Однажды он назвал океанские пароходы архитектурными поэмами. Капитан фыркнул и обругал Берга. Такая поэма, как вопрется в порт, так на версту завоняют всю воду нефтью. Эх вы, слюнтяй! Поэтому к инженеру капитан отнесся недоброжелательно. Как может построить даже дрянной мотор человек склонный к лирике? Форменная чепуха. Серые глаза и костюм цвета светлой стали, сидеющие виски и неторопливый взгляд оценщика таким инженер показался Батурину. Инженер огляделся. Далеко забрались. Даже не верится, что в тридцати верстах Москва. Я к вам по делу. Он обернулся к капитану, потом взглянул на Батурина и Берга. Поговорим, согласился капитан, накачивая примус. Его занимало, какие могут быть к нему дела у этого сухого европейского человека и к тому же лирика. Лирику капитан не любил. Под словом лирика он понимал ухаживание за кисейными барышнями, проникновенные речи адвокатов на суде, охи и ахи, восхищение природой, обмороки и несоответствующие мужчине разговоры, например, о баллонках. При слове лирика ему вспоминался недавний неприятный случай в поезде. Напротив него сидела красивая дама в котиковом манто. Ехала она в тайнинку. Было поздно. Дама очень боялась и искала в вагоне попутчика. Капитан сказал ей «Тайнинка место известное. Вам там голову оторвут и в глаза бросит». Дама обиделась какой грубия. «Лирическая дама», подумал капитан. С тех пор каждый раз при слове лирика он вспоминал эту даму и придумывал ей имена «Лирика Густавовна», «Лирика Панкратьевна», «Лирика Ивановна». Эти имена назойливо лезли в голову. Капитан злился и в конце концов возненавидел даму с дурацким именем и заодно всех лирических поэтов. Об этом он сказал Батурину. «Ну, а Пушкин?» Капитан рассердился. «Что вы берете меня на бас? Какой же Пушкин лирик?» Батурин махнул рукой и прекратил с капитаном разговоры о литературе. «Алексей Николаевич», спросил Берг Симбирцева, «Как поэма?» «Работаю», неохотно ответил Симбирцев. «Работает?» Ядовито подумал капитан. «Он работает». Капитан начал бешено накачивать примус, мысленно приговаривая при каждом свисте насоса «Работай, работай, работай!» Бесшумный примус не выдержал и загудел. Капитан озадаченно посмотрел на него, плюнул и сел к столу. Раздражение его прошло. «Поговорим», повторил он, закуривая. Батурин и Берг понимали, что дело важное, иначе Симбирцев не приехал бы вечером к ним зимникам за 30 верст от Москвы. «Дело простое», Симбирцев медленно помешал чай. «От Берга я знаю, что вы без работы», он говорил, обращаясь к одному капитану. «И вы, и вот товарищ», он посмотрел на Батурина. «Да, вы пишете очерки в газете, но это случайная работа». «Берг вообще человек свободный, живет на 20 рублей в месяц». «Хорошенькая свобода», пробормотал Берг. Симбирцев помолчал, потом спросил неожиданно, «Вы слышали о летчике Нелидове?» «Тот, что разбился в чердынских лесах?» «Тот самый. Я хочу предложить вам одно дело, но оно требует большого предисловия. Пожалуй, проговорим до рассвета». Он миновато улыбнулся. «Ну что ж», капитан повеселел. Любопытство его было неистащимо. «Валяйте!» «Мы и без вас просидели бы до утра, вот за этим». Он хотел щелкнуть пальцем по бутылке водки, но раздумал и щелкнул по красному панцирю гигантского рака. Симбирцев начал говорить. Его ломающийся голос окреп. Он нервно проводил рукой по волосам. Рассказ его разворачивался скачками. В провалах словесных пропастях Батурин угадывал прекрасные подробности, отброшенные торопливой рукой. Синий дым табака рождал мысли о Гофмане. Дым скользил по плакатам, ветер шумел в снастях этих бумажных кораблей. Только однажды капитан прервал рассказ инженера восклицанием «Да, это человек». Возглас этот сразу расширил рамки рассказа. Батурин вздрогнул и гордость почти до теплых слез, до дрожи заволновалась в нем. «Да, вот это человек», прошептал он вслед за капитаном. Он был ошеломлен как от удара ослепительного метеора в их скромную серебрянку. Иная жизнь накатилась ритмическим прибоем. На минуту Батурин потерял нить рассказа. Ему почудилось, что капитан распахнул окно, и за ним был не черный лес, и пахло не мокрой псиной от цезаревой будки, а стояла затопленная ливнем чужая страна. Серебряный дым подымался к чистому и драгоценному небу. О, Генри мылся вместо Берга у колодца, капли стекали с его коричневых пальцев, солнце пылало в воде. В прихотливом нагромождении опасностей встреч и трудных часов ночной работы открылись контуры необычайной истории, близкой нашему веку и вместе с тем далекой, как голос во сне. Газетная заметка об этой истории не вызвала бы и тени того волнения, какое появилось на щетинистом лице капитана. Батурин был тоже взволнован. В этом волнении он провел всю мягкую полную зеленоватых закатов зиму, стоявшую на дворе в этом году. Он понял, что история эта неизбежно зацепит его своим острым крылом и к прошлому возврата не будет. Не будет, кричал он про себя, и смеялся. Искушенный читатель прочтет эту историю и пожмет плечами. Стоило ли так волноваться? Он скажет слова, способные погасить солнце. Что же здесь особенного? И романтики стиснут зубы и отойдут в сторону. Дневник летчика. Вот рассказ Симбирцева. Значит, вы слышали о летчике Нелидове? Этой весной он разбился в Чердынских лесах во время агитполета к северу. Его нашли в тайге на четвертый день после падения. Он заблудился в тумане и отклонился далеко на север. Похоронили его в Чердыне. Он помолчал. Нелидов мой друг. Это была смелая и светлая голова. Он любил литературу не меньше своего летного дела. В кабинке его самолета нашли книгу о Генри с пометками и записями на полях. Некоторые из них я вам прочту, но дело не в записях. Нелидов оставил дневник. Он не решался брать его в полеты. Разобьешься, сгорит, говорил он, и оставлял его у сестры, киноартистки. Суть дела, ради которого я приехал именно в этом дневнике. Дневник я видел еще при жизни Нелидова, мельком просматривал и кое-что даже выписал. С небольшой натяжкой этот научный и литературный труд можно назвать дневником. Это нечто совершенно новое в литературе, да и вообще в истории культурного человечества. Капитан кашлянул. Как бы вам объяснить? Возьмем хотя бы план. Начинается дневник с исследования о сопротивлении воздуха при полете. Много выкладок, цифр, но все это неожиданно и очень кстати пересыпано мыслями из дневника Леонардо Де Винчи своими личными записями, теми чувствами, которые возникали у Нелидова при работе над этим специальным летным вопросом. Он, конечно, исходил из положения Леонардо простого и гениального как закон тяготения. Птица, говорит Де Винчи, при полете опирается на воздух, делая его более густым там, где она летит. Нелидов дал ряд изумительных наблюдений над полетом птиц. Особенно много он пишет о журавлином полете. Здесь Женелидов вставил короткий очерк о птицах в литературе от иудейских голубей Майкова до голубей поэта Багрицкого до чудесных его стихов о птицелове Дидель. Поначалу это кажется хаотичным, но через пять-десять страниц уже улавливаешь в обманчивом беспорядке записей облик человека, никогда не оглядывающегося назад. От этой темы Нелидов переходит к проекту авиамотора. Он был летчиком группы 4500 метров. Летчиков по выдержке и здоровому сердцу делит на несколько групп. Первая группа 1500 метров, в нее входят летчики, которым выше 1500 метров летать не разрешают, группа постепенно повышаясь доходят до 4500 метров до группы высотных летчиков, куда был причислен Нелидов. Наилучшими он считал полеты под потолок, пока держат мотор. Естественно, что его занимал вопрос о высотных моторах. В этой области ему удалось сделать большое открытие. «Разве у нас моторы?» говаривал он. «Это несгораемые кассы». Обычно мотор в тысячу сил весит 2000 кило. Нелидов сконструировал тысячесильный мотор весом в 500 кило. Это значит, что самолет с его мотором может взять вчетверо больше горючего и вчетверо удлинить полет. На высоте мотор страдает, как и человек, горной болезнью. Он задыхается и пульс его быстро падает. Мотору нужен заряд кислорода. И вот Нелидов придумал особый тип конденсатора, сгущающего разреженный воздух тех страшных высот, куда он подымался, и нагнетающего его в цилиндры для взрыва. Нагнетание производит турбинка, действующая от напора воздуха. Все эти проекты и чертежи есть в дневнике. Вы понимаете, какая это ценность для нашего воздушного флота? Высоты меняет людей. После высотных полетов Нелидов терял раздражавшую неврастенников жизнерадостность. Он сильно бледнел и смотрел на все окружающее так, будто видел его сквозь стекло, прозрачно смотрел. Я бы назвал это состояние оцепенением высот. Я спросил его, что он чувствует вверху. Он дал мне дневник и отчеркнул ногтем страницу. Прочти вот это. Он писал «На высоте сознание, память, мысли все обостряется. На высоте я один. Я ощущаю в себе центростремительную силу». Высотные полеты делают людей индивидуалистами. Только на высоте четырех километров можно понять, что такое вот эта моя голова, дать ей настоящую цену. Любовь и ненависть, пережитые внизу, обжигают сердце. На высоте я всегда кричу, стараюсь перекричать мотор. Я кричу одну только строчку чьих-то стихов. «Земля как мать нежна к забытым божествам, и от возбуждения у меня холодеют руки». Почему все это происходит, не знаю. Был с ним один случай. Результаты его получились неожиданные. Во время полета он встретил дождь. Дождь шел полосой. Нелидов повернул аппарат и стал гонять как безумный вдоль водяной стены. Мотор грозно и недовольно ревел, ему не нравилась эта забава. Дождь стоял до самой земли совершенно бесшумный, на высоте дождь не шумит. Внизу лежали озера. Нелидов летел на гидро, он сел на одно из озер. Синий и золотой горизонт закачался в глазах. На берегу стояла деревня, в ней жили кустари, бывшие богомазы. Нелидов прожил там два дня, чинил мотор. Кустари подарили ему на прощание ящичек. На нем была изображена лаковыми красками лубочная пестрая страна. Нелидов вернулся в Москву, взял отпуск и уехал в эту деревню. Он исходил пешком весь кустарный район и написал монографию о кустарных промыслах, лаковых изделиях, кружевах, выделке замши и набойки. Он привез коллекцию набоек и подарил кустарному музею. Мотив петушка на тканях приводил его в восторг. Работа о кустарных промыслах вписана в дневник. Он пишет с большим знанием дела. Он проследил до мельчайших подробностей способы работы, выведал секреты прочных и ярких красок и изучил происхождение кустарного орнамента. После этого Нелидов совершил два агит-полета по северу. Между полетами был перерыв, и за время перерыва он ухитрился написать две прекрасные работы о поэте Мэе и о сколачивании фразы. Последняя работа особенно интересна. Она состоит только из примеров, объяснения к ним скупы и отрывочны. Нелидов берет ряд рыхлых неуклюжих фраз из книг некоторых писателей и чистит их, выбрасывает лишние слова, пригоняет и свинчивает с такой же тщательностью, как собирает мотор. Он обдумывает каждое слово, и в результате фраза у него крепка, свежа, понятна. Освобожденная от столетней накипи, она получает первозданную ясность. Русский язык насыщается мерностью латинской речи, птичьим плачем китайской, полутонами французской. Нелидов раскрывает все великолепие языка. Язык становится его новой страстью. А Мэя Нелидов написал очерк, вернее, биографию этого почти выброшенного из памяти поэта. Мэй кажется в передаче Нелидова гофманским персонажем. Нелидов прекрасно понимал недостатки Мэя, но говорил, что ему можно все простить за эти вот строки. Феб утомленный закинул свой щит златокованный за море и разливалось на мраморе вешним румянцем заря. Мэем Нелидов заинтересовался во время первого агитполета по северу. Было это в Усолье, где Нелидов застрял из-за дождей. Самолет поставили на выгоне, накрыли брезентом, привязали кольем и приставили для охраны бородатого милиционера. При виде Нелидова милиционер хрип и мигал красными глазками. Городок поливали дожди. Каждую ночь Нелидов вставал, натягивал задубевший дождевик и шел проверять охрану. Охрана уныло бодрствовала. Нелидову отвели комнату в почтово-телеграфной конторе, одном из лучших зданий города. В комнате пахло сургучом, штемпельной краской и водкой. Начальник конторы, одинокий горбун и пьяница, сосед Нелидова по комнате, при первой же встрече, когда Нелидов выскочил из кабинки и оглушенный жал руки представителям власти, потянул его за рукав и крикнул «Вы на земле одно ухо всегда завязываете. Оно тогда в воздухе лучше слышать будет». Нелидов взглянул с изумлением. «Я это дело понимаю», снова крикнул горбун. «В воздухе надо иметь слух острый, чтобы в моторе каждую пылинку было слыхать». «А ведь верно», подумал Нелидов и улыбнулся горбуну. «Пожалуй, попробую». В честь Нелидова был устроен банкет в бывшей пивной. Вдоль стены протянули кумачевый плакат «Привет первому воздушному гостю». Керосиновые лампы пылали на столах с водкой и закусками. Нелидов чувствовал себя неловко, очень он был тонок и молод среди грубоватых и небритых людей. Когда он вошел свежий в ловком френче с орденом Красного Знамени, когда его мягкий пробор склонился перед председателем у исполкома, тискавшим его руку, кто-то из уцольских дам ахнул, кругом зашипели. «Гражданка Мизинина», сказал предостерегающий председатель и покраснел. За столом Нелидов говорил мало. Ему все вспоминалось ходынка, мокрая трава, серый бенц, привезший его на аэродром, огни предутренней Москвы. Он потупе слушал речь председателя. «Спасибо, не забыли», говорил тот, однообразно помахивая рукой. «Дорогой наш воздушный гость, пусть не взыщет. Сторона наша зырянская, лесная, одни волки да сосны. Настоящих советских людей мы, почитай, что не видели. Советская власть делает все для трудящихся. Советская власть в лепешку расшибается. И вот результаты, товарищи, с нами, в волчьей нашей глуши, сидит советский летчик, кавалер пролетарских орденов. Не то важно, что прислали к нам самолет, а то, что показали нам нового человека, каков он должен быть. Пример берите, товарищи, чтобы каждый был с таким багажом в голове. Рабочий, а культура на нем такая, что с кожей ее не сдерешь. Нелидов покраснел и встал. Напряженный взгляд чьих-то глаз остановился на нем, и стакан в сухой руке летчика дрогнул. Глядя только на эти глаза, на побледневшее девичье лицо, он начал говорить ответную речь. Он говорил тихо, говорил об авиации, о том, что он счастлив покрывать сотни верст над сплошными лесами, чтобы доставить затерянным в глуши людям возможность радоваться вместе с ним человеческому гению, упорству, смелости. Он сел. Тогда встала девушка с взволнованным лицом. В свете ламп ее волосы были совсем золотые. Она потупилась и очень тихо, но упрямо сказала «Возьмите меня в Москву, я не боюсь, я учиться хочу, не могу я здесь оставаться». «Наташа, сядь», строго сказал председатель и, извиняясь, шепнул Нелидову «Дочка моя, все плачет в Москву, в университет, как вы прилетели совсем спятило. Что ж, на обратном пути залечу, возьму». Наташа взглянула на Нелидова так, что он даже подумал «Не язычники ли они эти усольцы? Смотрят как на башка, даже страшно». Банкет стал шумнее. Говорили о медведях, волках, ольхе, сплаве и охоте. В разгар банкета Горбун-почтарь потребовал тишины и пьяно запел графы и графини «Счастье вам во всем, мне же лишь в графине и при том в большом». На него зашипели с ума спятил петь про графов и графинь. Почтарь сконфужен на умолк спрятался. Когда возвращались с банкета, Горбун, придерживая Нелидова за локоть сказал «Поэта Мэя читали? У меня есть книжка, я вам принесу». Был он нищий, несчастный человек-пьяница, зимой замерзал, топил печи шкафом красного дерева, честное слово. Выйти было не в чем. А между тем великие богатства словесные носил в голове. Великолепие языка неслыханное. Однажды на закате так сказать жизни подобрал его граф Кушелев, привез к себе на раут. Женщины-красавицы пристали к Мэю, чтобы прочел экспромт. Он налил стакан водки, хватил, сказал вот то же самое, что я пел графа и графини, счастья вам во всем, заплакал и ушел. Так и кончил белой горячкой, хотя и был немец. Нелидов в Усолье плохо спал, мешала полярная тьма, храб за стеной и тараканы. Самолет прочно завяз в глине. Приходилось ждать. Страдая от бессонницы, Нелидов начал читать Мэя в результате работа об этом эклектике действительно пышном и несчастном. На обратном пути Нелидов залетел в Усолье, взял Наташу и доставил ее в Москву. Она и сейчас в Москве, хорошая девушка, вузовка. Вскоре после этого Нелидов погиб. А дневник где? Строго спросил капитан. Дневник остался у его сестры, она уехала на юг. Симбирцев насмерхливо улыбнулся, искать пропавшего мужа. Уже полгода о ней ничего не известно. Ее муж долго вертелся в Москве, он кинооператор, по происхождению американец. Потом за неделю-две перед гибелью Нелидова он бросил жену и скрылся. Она уехала на юг вслед за ним, дневник увезла с собой. Так рассказывает Наташа. Нелидова женщина взбалмошная, от нее можно ждать самых нелепых поступков, возможно, что она найдет мужа и уедет с ним за границу, но дневник во что бы то не стало надо отобрать. Симбирцев будто жирной чертой подчеркнул это слово. Он слишком ценен для того, чтобы мы могли выпустить его из своих рук. Кто это мы? спросил Берг. Воздушный флот и русская литература. Капитан засвистел сильно сказано. Нелидову надо найти и дневник отобрать. Для этого нужны смелые, ни с чем не связанные люди, немного авантюрист. Я протестую, капитан скрипнул стулом. Неважно, обидеться вы успеете всегда. Я говорю о деле, а не о ваших чувствах. Проект мотора в 500 кило не валяется на улице и ценность его для государства огромна. Государство в лице одной из своих организаций дает на поиски немного денег. Я в этом участвовать не могу, я болен, это для вас. Симбирцев кивнул на капитана. Второе для Берга и товарища Батурина, подсказал Берга, Батурина, повторил Симбирцев, дневник это событие в литературе наших дней. «Ясно». Капитан поднялся исполинской тенью на стене и хлопнул по столу тяжелой лапой. Упали рюмки. Миссури проснулась и презрительно посмотрела на красное от волнения капитанское лицо. «Ясно, довольна, лирики, и давайте говорить о деле. Мы согласны». Батурин встал, дрил водки. К окнам прильнул синий туманный расцвет. Батурин выпил рюмку, вздрогнул и спросил «Поехали, капитан?» «Поехали. Будьте спокойны, этот американский шаркун вспомнит у меня папу и маму». «Стой! Я потерял свою трубку». Берг условился с Симбирцевым встретиться во дворце труда в столовой. В сводческой комнате было темно. За окнами с угрюмого неба падал редкий снег. Сухие цветы на столиках наивно выглядывали из розовой бумаги. Берг сел боком к столу и начал писать. Он написал несколько строчек, погрыз карандаш и задумался. В голове гудела пустота, а работать не хотелось. Все, что было написано, казалось напыщенным и жалким, как цветы в розовой бумаге. Бывают дни, как с перепою, насквозь мутные, вонючие, мучительные. Внезапно вылезает бахрома на рукавах, отстает подметка, течет из носу, замечаешь на лице серую щетину, пальцы пахнут табачищем. В такие дни страшнее всего встретиться с любимой женщиной, со школьным товарищем и с большим зеркалом. Неужели этот в зеркале в мокром, обвисшем и пахнущем птины и пальто это я, Берг? Это у меня нос покраснел от холода и руки вылезают из кургузых рукавов. Берг изорвал исписанный листок. Ненавижу зиму, подумал он, пропащее время. Настроение было окончательно испорчено. Берг вышел в темный, как труба, коридор и пошел бродить по всем этажам. На чугунных лестницах сквозило, за стеклянными дверьми пылились тысячи дел и сидели стриженные машинистки, головбухи и секретари. Пахло пылью, нездоровым дыханием, ализариновыми чернилами. Берг поглядел с пятого этажа в окно. Серый снег шел теперь густо, как в театре, застилая за москворечье. На реке бабы полоскали в проруби белье, галопом мчались порожние ломовики, накручивая над головой вожжи, прошел запотевший, забрызганный грязью трамвай А. Из трамвая вышел инженер с женщиной в короткой шубке, она быстро перебежала улицу. Берг прыгая через три ступеньки помчался в столовую. Симбирцев был уже там. С ним сидела высокая девушка в светящихся изумительных чулках. «Вот Наташа», сказал Симбирцев Бергу, «тащите стул, будем пить кофе». Берг пошел за стулом. Ему казалось, что Наташа смотрит на его рваные калоши, он покраснел, толкнул соседний столик, расплескал чашку кофе. Человек во Френче посмотрел на него белыми злыми глазами. Берг пробормотал что-то невнятное, на что Френч брезгливо ответил, «надо же ходить аккуратней». «Удрать бы», подумал Берг, но удирать было поздно. Кофе он пить не мог, несколько раз подносил кружку к рту, но рука дико вздрагивала, и пить, не рискуя облить себя было невозможно. Единственное, что можно было сделать, не выдавая себя, это закурить. Берг воровато закурил. «Вы что же не пьете?» спросил Наташа. «Я горячее не пью». Бергу показалось, что все заметили, как у него дрожат руки, и смотрят на него с презрительным недоумением. «Наташа», сказал Симбирцев, «расскажет многое, что вам необходимо знать, прежде чем начать поиски. Было бы хорошо собраться всем вместе». «Да, конечно», пробормотал Берг. Наташа вынула из сумочки коробку папирос. Берг, стараясь изобразить рассеянность, хотел потушить папиросу в пепельнице, но опоздал. «Будьте добры», сказала она. «Похолодел». «Так и есть». «Она просит прикурить». Он изогнул руку, уперся локтем в столик, и в сторону в бок протянул папиросу. Папиросу дергалась. Наташа крепко взяла его за руку и спокойно прикурила. «Вы больны», сказала она. «У вас психостения. Вам надо серьезно лечиться». Инженер чурился на дым, щелки его глаз смеялись. «Она медичка», он показал папиросу на Наташу. «Вылечит, будьте спокойны». «Ну так где же мы встретимся?» «Можно у нас», робко предложил Берг, «в воскресенье». «А лыжи у вас есть?» спросила Наташа. «Есть, у Нелидова, то есть у Батурина есть две пары». «Ну вот прекрасно». Симбирцев встал. «В воскресенье с одиннадцатичасовым я приеду с Наташей, поговорим, потом пошляемся по лесу, заметанно, а сейчас я пошел». Берг тоже встал, начал застегивать пальто, «удеру», подумал он, «как глупо все вышло, вы куда?» Он сделал отчаянную попытку догадаться, куда пойдет Наташа, чтобы назвать как раз противоположный район, мне на пресню к приятелю, значит там вместе, мне Карбатским воротом идемте. «Берг пошел как на казнь». «О чем бы заговорить?» думал он и мычал. «Да, что я хотел сказать, да, вот это самое, вы уедете и у вас все пройдет», Наташа тронула его за локоть, «вам надо переменить обстановку», Берг растердился, «ничего у меня нет, то есть я совершенно здоров, попросту холод собачий, я никак не могу согреться, в поезде зябнешь, в Москве зябнешь, кому нужен этот холод, не понимаю, самое нелепое время зима, а я люблю зиму, вы южанин, вам, конечно, трудно, я еврей», Наташа засмеялась, в глазах даже появились слезинки, смеялась она легко, будто что-то бегучее и звонкое лилось из горла, она взяла Берга за рукав, «Ну так что же, что еврей, вы сказали это так, будто выругали меня, ужасно смешно и мило, ну а теперь расскажите мне про вашего страшного капитана, капитана я боюсь», она искосо взглянула на Берга, «говорят, он ненавидит женщин и одной рукой двигает кому-то, он не будет рычать на меня?» «Пусть попробует», пробормотал Берг хвостливо, тотчас же подумал, как пошло, боже, как пошло, и ущипнул себя через карман пальто за ногу, идиот». Наташа шла быстро, Берг глядел украдкой в ее зеленоватые глаза, и зависть к инженеру засосала подложечкой, зависть к инженеру и ко всем хорошо выбритым, уверенным мужчинам, которые так весело и непринужденно обращаются с насмешливыми женщинами, «шаркуны», подумал он о них словами капитана, «с Норвадской площади они расстались», Берг вздохнул, размял плечи и закурил червонец. Он чувствовал себя как грузчик, сбросивший в пятипудовый мешок, сдвинул кепку и, насвистывая, пошел по Пречистинскому бульвару к храму Христа. Снег казался ему душистым и даже теплым. В домах шла уютная зимняя жизнь, кипятили кофе, смеялись дети, жаром тянуло от батареи отопление, и сухой янтарь солнца брызгал в глаза женщин. Ущипленное место на ноге сильно болело. До воскресенья Берг прожил в снежном дыму, в глубокой созерцательности. Он починил старый пиджак, достал утюг и разгладил брюки, выстирал рубашку. Капитан помогал ему советами. На дачу Берг возвращался раньше всех, еще засветло. До приезда капитана он лежал у него на продавленном диване. Мистуре спала рядом, от шкурки ее тянуло теплом. За окнами морской водой зеленели глухие закаты. С верхушек сотен сыпался снег, воздух похрустывал как лед, и дым уходил столбами к небу. Антициклон, думал Берг, тишина. Потом в синем небе очень далеко и низко над самой рамой зажигали звезду, и Берг засыпал. Отъезд задерживался из-за денег. По словам капитана, гадили главбухи народ неромантичный и сомневающийся. Раздраженные приказы ускорить выдачу денег главбухи принимали за каприз ребенка, и поправляя очки, шли к начальству объясняться и разводить руками. Но чающим денег они внушали, что пока не сведен баланс, денег дать нельзя, и настаивать на выдаче просто глупо. Капитана сенью все взялись. Берг и Батурин ждали терпеливо. Они предпочитали выехать позже, к весне. Берга будил капитан. Опять не дали сволочи денег, гремел он, стаскивая пальто, всем главбухом камень на шею и в реку. Сидят на подушечках от геморроя и кудахчут как квочки. Геморрой был высшей степенью падения в глазах капитана. О людях, не заслуживающих внимания, он говорил, у него же геморрой, разве вы не видите? Воскресенье пришло в тишине и оранжевом солнце. Берг умывался и пел, вода пахла сосной и снегом. Прочь, тоска, уймись, кручинушка, аль тебя и водкой не зальешь, пел Берг, плескался и фыркал. Батурин в своем обычном виде с засунутой в угол рта папиросой и прищуренным глазом возился с лыжами, мазал тряпкой до сверхъестественного блеска. Капитан прибирал комнату, половицы стонали под его ботинками, он бронился с Миссури по-английски, с ней он говорил всегда по-английски, чтобы не забывал языка. Миссури, растопырив пятерню, яростно вылизывала лапу, вывернув ее и держа перед собой как зеркало и искосо поглядывала на капитана. «Я тебя посмотрю», бормотал капитан, «продажная тварь! Где сосиски? Миссури зевнула. Капитан крикнул через стену Батурину, слопала сосиски, черт ее знает, чем теперь лирика угощать? Сбегать в кооператив, притащить какой-нибудь штуковины». Батурин пошел. День прозрачно дымился, шапки снега на заборах казались страшно знакомыми, где-то он читал об этом в старом романе, не то Измайлова, не то Бабарыкина. Когда он вернулся, солнце в кость ударило в глаза через золотистые волосы. У окна сидела Наташа в свитере. Инженер ходил по комнате, нацвистывая фокстрот, Берт накрывал на стол, а капитан, улыбаясь, показывая единственный передний зуб, возился с кофейником. Запах кофе был удивительно крепк. Казалось, зима и дощатые стены пахнут кофе. Окна запотели, и солнечный свет стал апельсиновым. За кофе капитан строго и по заранее намеченному плану допросил Наташу, куда уехала Нелидова, как она одевается, каков ее муж, фамилия его оказалась Перрисон, были ли у них знакомые на юге, а если были, то где. И в конце потребовал точных примет Перрисона. Куда уехала Нелидова, Наташа не знала. Вернее всего, на Кавказское побережье. В Новороссийск, Туапсе, Батум. Но, может быть, она в Ростове на Дону. Уехала она с Курдского вокзала. Ее никто не провожал. Билет у нее был до Ростова. Перрисон, бывший киноартист. Он больше насвистывал, чем говорил. Наташа с упреком взглянула на Симбирцева. Был как неприятный весел, жил давно заведенными рефлексами. Не человека, а сплошная привычка, румяный в круглых очках, весел шесть пудов. Слопчик неважный, определил капитан. Знакомые на юге были, кажется, у Перрисона, в Тифлисте. Приметы Нелидовой Наташа не стала перечислять, а вынула из сумочки фотографию и передала капитану. Капитан разглядывал долго, глаза его нахмурились, как в штормовую погоду. Разглядывание карточки он закончил словами «Да, с ней будет много возни». Он передал карточку Батурину. Батурин взглянул, медленно поднял голову и растерянно улыбнулся. Что за черт? Эту женщину я сегодня видел во сне. Сны я запоминаю редко. Начинается чертовщина. Капитан ни разу в жизни не видел ни одного сна и был уверен, что они снятся только женоподобным мужчинам и старухам. Удивляюсь, почему вы до сих пор не купили себе марты на задерку. Бет, которому тянулось самообладание, сделал скучающее лицо. Молчаливый этот Батурин а между тем полон сантиментов. Но Батурин сон не рассказал. Враждебность к этому сну напугала его, он пократил и перевел разговор на другую тему. В сны он, конечно, не верил, но власть их над ним была поразительна. Бывало так, много раз он встречался с человеком и не видел в нем ничего любопытного, не приглядывался. Потом во сне этот человек сталкивался с ним в средневековом городе или в голубом вымотом дождями парке и Батурин как бы очищал его от скорлупы обыденной жизни. Невольно, почти не сознавая этого, Батурин начал и в жизни стремиться к тому, что он видел во сне. Это занятие приобрело характер азартной игры. Мы толкали его на неожиданные поступки. В действиях Батурина не было даже намека на план, на связность. Все это быстро старило. В конце концов, даже азартная эта игра с действительностью потеряла острый свой вкус. Много времени спустя Батурин понял, почему. Сны были отзвуками всего виденного. они не давали и не могли дать новых ощущений. Батурин вращался в беспорядочном и узком кругу прошлого, преломленного сквозь стекляшки этих снов. Прошлое тяготило его. Дни обрастали серым мхом, беззвучностью, бесплодностью. Батурин дошел до Афтурдов. Однажды ему приснилось, что он ночью заблудился в лесу. Вечером этого дня Батурин ушел в лес и провел в нем ночь, забравшись в глухую чащу. Был сентябрь. В лесу черном от осени сладко пахла и чавкала под ногами мшистая земля. Казалось, что десятки гигантских кошек крадутся сзади. Батурин боялся курить. Утром синий и тягучий рассвет никак не мог разогнать туман, и земля показалась Батурину очень неприглядной. Сны определяли все его влюбленность, самую жизнь, несколько смутную, пеструю, когда грани отдельных событий переплетаются так прочно, вживаются друг с друга так крепко, что ядро события отыскивается с трудом. Он переменил несколько профессий. В каждой была своя острота, разбавленная в конце концов скукой. Сейчас Батурин случайно был журналистом. Раньше он был вожатом трамвае, матросом на грязном грузовом пароходе на Днепре, прапорщиком во время Германские войны, дрался с петлюрой и махно, заготовлял табак в Абхазии. Жизнь пла скачками в постоянной торопливости, в сознании, что главное еще не пришло. Всегда Батурин чувствовал себя так, будто готовился к лучшему. Одиночество приучило к молчаливости. Все перегорало внутри. Никому он о себе не рассказывал. Батурин пробовал писать, но ничего не вышло. Не было ни сюжета, ни четкой фразы. Больше двух страниц он написать не мог. Казалось слабчаво, сентиментально. Писать он бросил. Ему было уже за 30 лет. Он был одинок, как Дерк и капитан. Это их сблизило. Встретились они в Москве в редакции. Капитан и Дерк жили у приятелей и каждую ночь напивали на новом месте. Батурин притащил их к себе в Куркино. Больше всего тяготило Батурина то, что он чувствовал себя вне общей жизни. Ни одно из ее миллионных колесиков не зацепляло его. Он жил в отчуждении, разговоры с людьми были случайны. Дерк это заметил. Вы случайный человек, сказал он ему как-то. с таким же успехом вы могли бы жить в средние века или в ледниковый период или совсем не родиться, добавил Батурин. Пожалуй. Что вам от того, что вы живете в 20 веке да еще в советской России? Ничего. Ни радости, ни печали. Генеральша, которую разорили бойцовики, та живее и современнее вас. Она хоть ненавидит, а вы что? Вы старик! Разговор этот больно задел Батурина. Он понимал, что Берг прав. Что же делать? Спросил он натянуто, улыбаясь. Берг пожал плечами и ничего не ответил. В этом пожатии плеч Батурин прочел большое продуманное осуждение таких людей, как он, оторванных от своего века, выхолощенных, бесстрастных. Не то, не то мучительно, думал он, тоска его по самой простой, доступной всем жизнерадостности стала невыносимой. Он приходил к капитану, доставал водку, пил, и это успокаивало. Поиски, на которые он согласился, пугали. Он предчувствовал обилие скучной возни, но вместе с тем чудились в них прекрасные неожиданности встречи. А вдруг найдется выход, думал он, усмехаясь. Чем черт не шутит? Размышление его прервал возглас Наташи. Ну что ж, пойдем мы на лыжах, я свои привезла. Пошли втроем Наташа, Берг и Батурин. Капитан остался с Тимбирцевым, они заспорили о лирике. Спор принял затяжной и бурный характер, им было не до прогулки. В лесу на снег ложился розовый цвет. Батурин ударил палкой по сосне, она зазвенела, с верхушки сорвалась и тяжело полетела черная птица. Расскажите подробнее о Нелидовой. А вы расскажете сон? Расскажу. Ну ладно, я расскажу, как Нелидова встретилась с Пирисоном. Они встретились в Савойских Альпах зимой двадцать первого года. Где? спросил Берг. Он плохо управлялся с лыжами и отставал. В Савойских Альпах в двадцать первом году. Нелидова была киноартисткой во Франции, слышите? прокричала Наташа. Их труппу отправили в горы, снимали фильм «Белая смерть». В труппе работал Пирисон, он играл охотников, опашей и полицейских. Снимали пирушку с танцами в горном кабачке, в съемке участвовали тамошние жители, дровосеки, а главным был угольщик дедушка Павел. За веселый нрав его назначили чем-то вроде режиссера при дровосеках. В кабачке затопили камин, зажгли были против этого, по их мнению можно было снимать при свете ламп, да и от снега было совсем светло. Налезло много народу, выпили для храбрости подогретого вина, молодой сын кабачка засвистел на карине, дровосеки начали хлопать в ладоши, пошла плятка и операторы пустились накручивать ленту. К стене были прислонены охотничьи ружья. Нелидова рассказывала, что до сих пор помнит запах, в кабачке спахло смолой от стен винным паром и духами. Артисты опьянили от причудливой этой экскурсии в горы и танцевали почище матерых дровосеков. Дровосеки были добродушные, тяжелые люди, они страшно хлопали друг другу по спине и на паре били одной дробинкой белку. В разгар пляски дедушка Павел поднял руки и закричал «Стой! Я потерял свою трубку! Танцы прекратились. Артисты бросились искать трубку. Операторы перестали накручивать ленту. «Крутите, идиоты!» заорал режиссер и схватился за голову. «Произвали чудесный момент! Крутите, ослы!» Во время поисков рука Нелидовой встретилась под дощатым столом с рукой Пирисона. Пирисон пожал ее пальцы. Юпитер зашипел и ударил им в глаза. «Целуйтесь!» закричал режиссер, набрасывая на одно плечо упавшую подтяжку. «Целуйтесь!» вам говорят. «Так, прекрасно! Нашли трубку? Продолжайте танцы! Больше шуму! Больше шуму! Тогда будет веселей!» Он любил подбирать фразы как бы из детских песенок. метался и кричал он по дурной привычке. Шуму и веселье было и так достаточно. Нелидова поняла, что Пирисон целовал ее не для фильма. Снег, горы, гостиница, где камины топили еловыми щепками, все это вскружило ей голову. Дальше все пошло как обычно. В 23-м году они с Пирисоном приехали в Россию. Вышли к Серебрянке. На берегу шатрами стояли ели. Чувствовался север. К вечеру зазеленело небо. Остановились, достали папиросы. У Наташи на бровях таяли снежинки. Она смахнула их перчаткой. Прикуривая у Берга, рука его теперь почти не дрожала, она подняла глаза. Берг отшатнулся. Тьма зрачков, ресницы, мокрые от снега, как от слез, глядели на него крупным планом. Да, правда, вы совсем здоровы, сказала медленно Наташа. Вот психостенек, Берг показал на Батурина. Батурин промолчал, оттолкнулся палками и быстро скатился с горы. Наташа скатилась за ним и упала. Когда Батурин помогал ей подняться, она спросила, расскажете сон? Расскажете? Я страшно любопытная. Эх, пропадаем, отец! Берг восторженно ринулся с горы. Он свалился, потерял лыжи. Лыжи умчались вперед, подпрыгивая и обгоняя друг друга, явно издеваясь над ним. Сволочи, подумал Берг и побежал, проваливаясь и падая вдогонку. Обратно шли медленно. В синем как бы фарфоровом небе перебегали снежные звезды, скрипели лыжи. Ну, как ваш сон? Глупый сон, но раз вы настаиваете, я расскажу. Снилось ему вот что. Сотни железнодорожных путей, отполированных поездами, кажется, в Москве, но Москва исполинская, дымная и сложная, как Лондон. Вагон электрической железной дороги, узкая стремительная торпеда, отделанная красным деревом и серой замшей. Качающий ход вагона, почти полет, гром в туннелях, перестрелка в ущельях Пакгаузов, нарастающий как катастрофа вопль колес. Разрыв снаряда, встречный поезд и снова глухое гудение полотна. Рядом сидела женщина, теперь он знает, кто она. Неридова. Его поразила печальная матовость ее лица. Когда вагон проносился на скрещение в каком-нибудь сантиметре от перерезавших его путь таких же вихревых стеклянных поездов, она взглядывала на Батурина и смеялась. Около бетонной стены она высунула руку и коснулась ногтем струящегося в окне бетона потом показала Батурина ноготь. Он был отполирован и из-под него сочилась кровь. Поля ударили солнечным ветром. Зеленый свет каскадом пролетал по потолку вагона. Женщина подняла глаза на Батурина. Зелень лесов, их тьма очернели и кружились в ее зрачках. Тогда он услышал ее голос. Она положила руку ему на плечо и спросила «Зачем вы поехали этим поездом?» Трудно сказать, что он услышал голос. Гром бандажей, скреплений и рельсов достиг космической силы. Скорее он догадался по движению ее губ сухих и очень ярких. «Я жду крушения». «Почему?» «От скуки». Мост прокричал сплошной изменящей нотой, вода блеснула, свистнула, ушла и с шумом ливня помчался лес. «Когда вам захочется, чтобы вас простили», сказала она, не глядя на Батурина, «найдите меня. Я прощу вам даже то, чему нет прощения». «Что?» «Скуку, погоню за смертью». «Даже вот этот палец ваш», она взяла Батурина за мизинец, «не заслуживает смерть». В конце вагона была небольшая эстрада, за ней узкая дверь. Из двери вышел китаец, в европейском костюме, кожа сухая, не кожа лайковая перчатка и глаза под цвет спитого чая. Он присел на корточке, вынул из ящичка змею и запел песню, похожую на виск щенка. Он похлопывал змею и пел, не подымая глаз. Морщины тысячелетней горечи лежали около его тонкого рта. Он открыл рот, и змея заползла ему в горло. Он пел, слюна текла на подбородок, и глаза вылезали из орбит. Он пел все тише, это был уже плач, он звал змею. Когда она высунула голову, желтое лицо его посинело. Он схватил змеиную голову и изо всех сил начал тащить наружу. Довольно, крикнул Батурин. Китайца выпленул змею, она спряталась в ящичек. Китайец сидел и плакал. Пришла немыслимая раньше человеческая жалость, внезапная как ужас. Батурин бросился к китайцу, поднял его голову, слезы текли по морщинам, зубы стучали, тысячелетнее, нет, гораздо более древнее, горе тяжко душило сердце. Нищета, смерть детей, войны, этот страшный своей ненужностью оплеванный труд. Батурин поднял китайца, усадил, китаец гладил руками его рукава, прятал голову, на серых его брюках чернели пятна слез. Подошла женщина и, не глядя на Батурина, повторила, когда вам нужно будет, чтобы вас простили, найдите меня. Батурин взглянул на нее, он ждал печальных глаз, стиснутых губ и вздрогнул. Она смеялась, подняла к глазам ладони, быстро провела ими, и на щеку Батурина брызнула теплая влага. «Это роса уже вечер», крикнула она, и бросилась к окну. Ветер рвал ее платье, ее слезы, ее смех, поезд гудел, замедляя ход на гигантской насыпи по мощному и плавному закруглению. Впереди была великая безмолвная река. Батурин соскочил. Под ногой хрустели ракушки, солнце, как красный шмель, летело на вечерние сырые травы. Батурин хотел нарвать их, но поезд тронулся. Он вскочил на подножку, сорвался, красный фонарь последнего вагона пронесся у его головы, прогремела квадратная труба моста. Батурин бросился бежать, у него было сознание последней непоправимой катастрофы, он добежал до моста. Куда пошел этот поезд? крикнул он красноармейца на мосту. К чертовой матери, ответил красноармейец, ты кто такой? Пойдем в комендатуру. Батурин понял, что пропал и проснулся. Уснул он в вагоне, поезд стоял в мытищах, и кондуктора волокли к коменданту пьяного пассажира с гармошкой. Гармонист кричал к чертовой матери, не можете доказать. Он прижимал гармошку к груди, и она издавала звук, похожий на виск щенка. Наташа заглянула в лицо Батурину, она похожа на Нелидову, эта женщина. А Берг сказал, было бы хорошо для вас, если бы вы почаще видели такие сны. Батурин вспыхнул, редко спросил, Берг, зачем это? Затем, что по существу вы хороший парень, вот зачем. Он медленно пошел вперед, прокладывая по снегу свежий след. Шуршали лыжи, и воздух резал легкие тончайшими осколками стекла. Соловейчик и Зинка Деньги выдали только в марте. Капитан тотчас же уехал на Кавказское побережье. За ним следом уехал в Одессу Берг. Батурин уехал позже всех в Ростов. Перед отъездом он отвез Миссури вместе со всем имуществом капитана к Наташ. Последние вечера на даче были угрюмы. С крышки клоп, стук капель не давал уснуть. Цезарь в тоске по капитану и Бергу выл по ночам и гремел цепью. Приехал хозяин дачи бывший офицер Заика. Днем он стрелял галок, а ночью страшно ворочался на кровати и говорил басом «Покорнейше благодарю». Во сне он заикался сильнее чем днем и это бесило Батурина. Перед отъездом Батурин пошел с Наташей в камерный театр на Адриенну Лекуврер. Играла Коуэнен. После дачной тьмы и воя псов театр сверкал как драгоценная коробка. Бледная кожа на лице впитывала яркий свет. Батурин чувствовал легкость, оторванность от постоянного места, связь с Москвой была нарушена, мысль о поисках поглощала все. Неужели так много зависит от личной судьбы, думал он удивленно. Это опровергало его теорию о подчиненности человека эпохи. До тех пор он был убежден, что усталость его отголосок настроений многих переживших войны, эпидемии, революции. Но вот в сущности такой пустяк. Поездка на юг, поиски пропавшей грамоты, мысли о женщине, совершенно неизвестной, о том, что найденный дневник войдет в историю человеческой культуры, все это вызывало совсем новое ощущение причудливости переживаемой эпохи, ее неповторимости, ее скрытых возможностей. Ощущение это было смутно, но главное Батурин поверил в него и внутренний окреп. Появилась способность действовать. До тех пор всякая деятельность казалась ему утомительной беготней. Батурин понял, что самые действия вызывают особый строй мыслей, наталкивают на великое множество новых настроений и образов. Кажется, думал он пока еще робко, этот закал необходим для писателя. Батурин открыл, как это часто бывает с одиночками, что глубоко выношенные мысли, казалось, цариком принадлежавшие только ему были широко распространенными, почти общепринятыми. Первое время это его обижало, потом он понял, что замкнутость сыграла с ним скверную шутку и начал с интересом приглядываться к людям. Перемена эта произошла с ним за последнюю зиму. Однажды на вопрос Наташи, доволен ли он своей ролью искателя пропавшей грамоты, он ответил, «Как вам объяснить? Эта история меня отогревает. Я сделал много горьких открытий, направленных против самого себя». Батурин часто бывал у Наташи в Гагаринском переулке на седьмом этаже. Было тихо на высоте над Москвой и казалось странным, что сюда доходят электричество, вода, тепло и чугунные батареи. Зима мягкая и сыро лежала на крышах, с высоты Москва была зрелищем почерневших крестов, галок и кривых антенн. Над всем этим простиралось небо, невидное снизу, очень простое и неширокое. Батурин застрял в Москве из-за капитана. Капитан заехал по пути в Ростов и должен был оттуда прислать инструкции. Наконец они пришли. Капитан писал, «Выезжайте в Ростов». Думаю, след вы здесь найдете. Советую связаться со спекулянтами и скупщиками контрабанды. Уверен, что Перессон занялся контрабандой, соответствующей достоинству Соединенных Штатов, то есть спекуляцией золотом и драгоценностями. Держите постоянную связь. На Берга надежды мало. Он неизбежно собьется с пути в погоне за материалом для новой повести. Пусть его. В апреле Батурин уехал. Провожала его одна Наташа. Инженер плевал кровью. Весна была жидкая, наводная. До Воронежа земля туманилась от моросящего дождя. Он плескал по лужам на пустых станциях. Батурин первый раз проезжал по этой части России. Ее неизмеримое уныние даже понравилось ему. Вот куда бы уйти отдыхать, бродяжить по-настоящему, а не по театральным крымским шоссе. Под Ростовом была сырая но теплая весна. Станицы зеленели в степи, закаты в полнеба горели на лакированных стенках вагонов. Батурин висел в окне вместе с четырехлетним мальчиком Южей. Они сдружились и разговаривали, сталкиваясь головами. Река пошла спать? спрашивал мальчик. Пошла. Как же она спит без одеяла? Ей холодно? Батурин говорил, что река укрывается туманом, под ним очень тепло. Юра долго и печально смотрел на реку, длинные его ресницы были неподвижны, он думал. И птичка спит, говорил он чуть слышно. Батурин ощущал теплый запах его соломенных подстриженных в кружок волос. Чем ты пахнешь? спросил Батурин. Юра долго думал, потом ответил воробушкам. В Ростове шел дождь, он мягко по-южному шумел по горбатым мостовым, просеивал многочисленные и тусклые огни. На западе догорал сизый закат. Как донская вода, подумал о нем Батурин. На бестолковом ростовском водзале Батурин слегка растерялся, куда идти. Теперь одиночество уже явно тяготило его. Он сел в зале первого класса и заказал чай. Около него долго вертелся, приглядывался пожилой еврей в промокшем пальто. Когда еврей останавливался, вода капала в пальто на пол. Он затирал лужицы калошей и с опаской поглядывал на официантов. Он боялся останавливаться и бродил между столиков. Его походка и жалобный вид, выработанный годами как средство самозащиты, намекали на профессию, не пользующуюся уважением у вокзальных властей. Батурин следил за ним. Наконец еврей подошел. Молодой человек, сказал Антоном хитрого прозорливца, вы не имеете где остановиться. Батурин кивнул головой. Какие пустяки. Я покажу приличную комнату. С вас возьмут рубль в стутки. Вы будете иметь удобство и хорошее обращение, а мне вы дадите полтинник. Лучше в гостинице. Еврей попятился, замахал руками. Вам? Спросил он с ужасом. Вам в гостиницу? Боже мой, такой приличный молодой человек. Вас там оберут до последнего и выбросят на улицу. Вы же не знаете, что такое Ростов. Я соловейчик. Спросите про меня каждого извозчика. Разве я посоветую вам плохо? Батурин боялся гостиниц с их застарелым запахом писсуаров, уборщицами, свирепо швыряющими ведра, матрасами, засаленными от триперных мазей, и рукомойниками с желтой водой. Каждый постоялец оставлял свои запахи, пороки и неряшливость. Это было невыносимо до тошноты. Предшественник по номеру почему-то представлялся Батурину приказчиком с гнилыми зубами в розовых кальсонах, рыгающим со сна селедкой и липкой запеканкой, человеком назойливым, бранчливым, приводящим в номер проституток. Батурин согласился, нанял извозчика. Соловейчик почтительно сел рядом, боясь замочить Батурина своим пальто. Из-под поднятого верха пролетки ничего не было видно, кроме струй дождя в белом кругу фонарей и черного булыжника. Лошадь лениво цокала подковами. Соловейчик вздохнул и прошептал «Ох-ох-ох! Все мы пропадаем!» Привез он Батурина в переулок около Таганрогского проспекта, провел по лестнице на деревянную террасу, где две женщины мыли охая пол. В лужах на дворе отражался свет ламп, и пламя бушующих примусов. Из дверей сочился сладкий чад лука и постного масла. Кашлял и заходился ребенок. Подходящее место подумал Батурин. «Добе», робко сказал Соловейчик одной из женщин, «Вот я привел вам постояльца. Молодой человек из Москвы, прямо жених. Добе поднялась, вытерла руки осицевую нижнюю юбку и в упор посмотрела на Батурина. Сизое лицо ее выражало обидное равнодушие и к Батурину, и к Соловейчику, и к комнате, которую от нее требовали. «Вот вечная мне морока», сказала она басом, «за рубль я не имею ни минуты покоя, как вам нравится такая жизнь. Теперь я решила сдавать не меньше, как за полтора рубля». Соловейчик попятился, замахал руками и в ту же минуту Добе пронзительно закричала, «Что вы махаете? Что у меня дочка-невеста? Кто пойдет за нищую? Вы ей дадите преданное несчастный еврей? Вы с вашими рублевыми постояльцами, за которыми надо прибирать на три рубля, полтора рубля или уезжайте в другое место?» «Вы не в духе мадам Моррис». Соловейчик сокрушенно покачал головой, «Нельзя кричать на человека, будто вас обокрали. Что это за мода? Вы рискуете не заработать и рубль. Кому нужна такая хозяйка, я вас спрашиваю? Кому? Мне? Да нехай она сказится. Или вот этому хорошему человеку? Ради приданного я дам полтора, согласился Бадурин. Рива крикнула Добе, покажем сье комнату». Кожей на шкаф высокой и узкой стучали ходики и ворочали поломанные стрелки. Было сыро и пахло керосином. Ночью стонало во сне за стеной Добе, ветер перетряхивал на крыше листы жести, и лишь к утру розоватому и серому как пепел вызвездило и ветер утих. Бадурин почти всю ночь не спал, яд поисков только что начатых уже отравил его. Он изощрялся в догадках, сотни смелых, но одинаково беспомощных планов спутывались в голове и уничтожали друг друга. К утру он задремал. Разбудил его унылый бас, бубнивший под окнами «Уголя надо! Вот уголя надо!» Батурин долго не мог догадаться, что продавал этот унылый бас, потом понял и обрадовался «Уголь!» Пришло серенькое ремесленное утро. Женщины шлепали детей, мужчины мылись во дворе под краном, синий угар самовара вструился под крышу, дух квашеной капусты выползал из комнат, гудели яростные примусы, трещали и брызгали салом раскаленные сковороды, и шум, суетливый, однообразный шум жизни возвестил о начале еще одного безрадостного и длинного дня. Дом кричал, плакал, ссорился, смеялся и шипел, как чудовищный ноев ковчег. Кошки мылись на подоконниках, и запах помоек, крыс и зелени расплывался извилистыми течениями, навещая ту одну, ту другую комнату. Над всем этим шумом стоял пронзительный, короткий, как лозунг, крик мамаш, «Вот погоди, я тебе задам». Утром пришел Соловейчик, узнать, не надо ли чего Батурину. Батурин рассказал ему вымышленную историю о пропавшей сестре. У него, месячный отпуск, и он приехал искать пропавшую свою сестру. Она должна быть в Ростове, она сбежала с американцем Пирисоном, ее надо найти и вернуть домой, американец прохвост, надругается над девушкой и бросит. Соловейчик слушал недоверчиво, он сложил руки на животе и вертел большими пальцами, вздыхал, сдвигал на затылок рваную фетровую шляпу, галстук торчал сзади кисточкой над бумажным его воротничком. А она не ваша невеста? Подозрительно спросил он. Теперь, знаете, такое время, что мать сына искать не будет, не то, что брат сестру. Разве теперь имеются такие братья? Батурин делом насмутился, помял хлеб на столе. Да, верно, она моя невеста. А может, она ваша жена? Нет. Какая разница между женой и невестой? Заметил вскользь Соловейчик. Он допрашивал Батурина вежливо и долго, щипал бородку и, наконец, улыбнулся неожиданной добротой. Ой, молодой человек, Соловейчика вы не обманете. Вы ищете жену, так и говорите. Сколько лет маклерую в Ростове, а такого дела, скажу, откровенно не было. Деликатное дело. Надо посидеть и подумать. Он действительно долго думал, бормотал, отрицательно качал головой. Вот что? Надо начинать с американцев. Их тут в Ростове несколько. Они продают для виду американские жадки и молотилки, морочат людей и помалу занимаются контрабандой. Я вам узнаю фамилии этих американцев, может, среди них есть и ваш приятель. Это раз. Теперь два. Он бессомненно мог уже уехать. Вы слушаете, тут есть две девочки, они все время с американцами путались, надо их увидеть. Случай ваш был здесь, они знают. Девочки сами знаете, с асфальта, но хорошие женщины. Вы им дадите на две пары чулок и твоим планом. За вас я не опасаюсь, что вы мне заплатите за работу. Чего только не приходится выдумывать из-за куска хлеба. Ну, ваше дело чистое дело. Откровенно сказать, я приношу человеку счастье и получаю 10 рублей за работу. А то другой говорит целовечек, найди мне девочку, чтобы была такая и такая и выглядела прилично и не обокрала бы и умела бы себя в театре держать. Разве легко? У меня было свое заведение, лавочка в порту, я торговал табаком и думал, что Бог даст мне спокойную смерть. Но что Бог? Ему есть важнее дела, чем эти евреи. Бог волнуется за большевиков, что ему подрывают авторитет, что ему делают конкуренцию. Бог умер для таких, как мы. Мы живем, извините, прямо в убили мальчика. Он был один, он был первенец. Нельзя сказать, что просто убили. Они раздели его на садовый и били шампалами. Потом он три дня лежал на кровати, ничего не говорил и умер. Доктор говорит, он задавился кровью. Кровь набралась в легкие, они ему отбили легкие шампалами. Мальчик умер. За что я спрашиваю всех? Одна забота, чтобы жила жена. Она мне родила этого мальчика. Она мучилась со мною всю эту проклятую жизнь. Куда ей пойти, если я не заработаю рубль в день? Тогда я пошел к офицерам и говорил, господа офицеры, у вас есть свой бог и своя совесть. За что вы убили моего мальчика? Вышла небольшая ошибка, сказал один, он был в лайковых еще не был большевиком, но очень свободно мог им быть. Иди, жалуйся на хамкесу, мы мертвых не воскрешаем, чего ты пришел? Соловейчик прижал к глазам рукав рыжего пальто, иди, говорит, чего ты пришел, чего ты пришел? Господин офицер, сказал я ему, счастливая ваша мать, что имеет такого замечательного сына. А сын, мальчик мой, разве это собака? Я спрашиваю всех, разве на смерть мы его растили? Когда он кашлял к клюшам, я потел от страха, думал он задавится мокротой, я считал каждый волос на его голове, мальчик мой. Соловейчик заплакал, вошла добы. Не плачьте, старик, сказала она бастом, может ему теперь лучше, чем здесь на земле. Просите у Бога смерти, чем лучше скоропостижно умереть. Как жить, когда у человека вынули сердце? Что Бог, Бог, закричал Соловейчик, что вы пристаете ко мне со своим Богом? Где он был, когда билишем полами мальчика и Афанасий прибежал на двор и крикнул Соловейчик, Витю вашего убивают? Зачем он, ваш замечательный Бог, позволил ему в тот день выйти на улицу? У Бога одна забота, он спит и думает о вашем счастье, евреи, только и вы, Добе, все живете, я вижу, на помойке и счастье увидите, как свою задницу, извините меня. Кому Бог продал ваше счастье и за какую цену? Чего он не сжег огнем тех негодяев? А они, эти добрые женщины, бегают по дворам и рассказывают о Боге. Тьфу! Соловейчик плюнул. Уйми, старик, закричала Добе и отшатнулась. Что ты зовешь несчастье на свою голову и на мой дом? Замолчи, старик. Я уже молчу, Добе. Простите меня, женщина, но как я могу спокойно разговаривать с людьми? Добе подняла с пола его шляпу, надела ему на голову, похлопала по спине. Ну, как-нибудь мы доживем. Доживем, скорбно согласился Соловейчик. А теперь я пойду. Он назначил Батурину встречу в пивной мамаша, куда он должен был привезти двух девиц, и ушел, вытирая глаза коричневым клетчатым платком. Батурин пошел бродить по городу, вышел к реке, скрежетал разводной мост, и желтая вода мыла красные днища пароходов. На супленный день враждебно смотрел на город из-за дона, откуда дул ветер. Во взгляде этого дня была холодная скука. Хотелось вечера, когда изгнанные краски, черная и золотая ночь и огни, вернуться на землю. И вечер пришел. Он вяло протащился по улицам и переулкам, зажигая скупые огни. С первыми фонарями на дону, прокашлившись, прогудел морской пароход. По гудку, по его радостной дроже, можно было догадаться, что пароход отходит в Ялту, Севастополь, к городам, созданным для веселья, солнца, запахов моря, для прекрасных женщин. Когда совсем стемнело, Батурин пошел в мамашу. В пивной уже сидел соловейчик, он был совсем не кстати здесь, в своем длиннополом пальто, худой и жалкий, как вечный жид, на плохой гравюре. В слоистом дыму пылали лампы, сияли рожи грузчиков с щетинистыми рыжими усами, густой мат с размаху хлопал входивших по груди. Пиво пахло кисло и слабо, тоже казалось не кстати здесь, где обстановка требовала крепчайшей водки, горячих пирогов и чугунных табуреток. Батурин заказал соловейчику и яичницу и чай, себе взял пиво. Соловейчик вытащил из кармана замусоленную бумажку и шепотом прочел фамилии всех американцев, живущих в Ростове. Пересона среди них не было. Было еще двое, так те утекли, сказал он с сожалением. Одна у нас с вами надежда на этих девиц. Они сейчас прибегут. Пивная была с эстрадой. На эстраду вышел конферансье в визитке в зеленом вязаном жилете и широких брюках. Он поддернул брюки, равнодушно посмотрел на публику, поковырял в зубах, сплюнул и вдруг закричал надсаженным голосом «Удивительно приятная публика сегодня собралась». «Что?» «Здравствуйте, здравствуйте». «Гражданин в картузе за крайним столиком, что вас давно не видать?» «А?» Конферансье приложил ладонь к уху. «А что?» «В тюрьме сидели?» «Очень рад, очень рад». «Следующий номер программы цыганский хор Югова». Цыганки вышли, виляя бедрами. Пивная приветственно загудела. Хор грянул, эх, пьет, гуляет наш табор кочевой. Никто любви не знает, цыганки молодой». Приплясывая в такт к столику подошла полная блондинка с круглыми, равно наивными и порочными глазами. Она толкнула словечка и показала глазами на Батурина. «Папа, этот, что ли?» «Садись, Маня, этот». Маня протянула Батурину пухлую руку, сняла шляпу, поправила челку. «Ну, угощайте, красавец!» сказала она охрипловат. «А где Зина?» «Зинка, вон она идет». Батурин оглянулся. За спиной стояла высокая девушка в очень коротком платье. Карминные губы ее дрожали. Цвет ламп был чудесен в ее капризных зрачках. Она оперлась локтями о спинку стула Батурина. Он видел рядом ее черные блестящие волосы, высокую чистую бровь и матовый лоб. Зинка потрясла стул и сказала властно «Подвиньтесь». «Нанюхалась марафету дура», сказала Маня. «Опять попадешь в район». «Не попаду», протяжно ответила Зина и села рядом с Батурином. «Это вы тот чудак, про которого говорил папаш?» Батурин кивнул головой. «Да он гордый ищ. Закажите пиво и рассказывайте». Хор снова грянул. Эх, пьет, гуляет наш табор кочевой, никто любви не знает, цыганки молодой. Зина захохотала, схватила Батурина за руку и пьяно зашептала «Дайте мне посмотреть на вас». «Ну не сердитесь, ну посмотрите на меня, разве я такая уродка?» «Ну посмотрите же», она дернула Батурина за руку, «Я не пьяная, я марафету нанюхалась, лицо у меня холодное, потрогайте, а в глазах ракеты, ракеты, ну посмотрите же вы несчастный жених». Батурин поднял глаза, он приготовился увидеть смеющееся пьяное лицо и отшатнулся. В упор смотрели темные глаза, полные как слезами, тревогой, упреком, дикой тоской ударил этот взгляд в сердце. На секунду все вокруг поплыло, Батурин качнулся. «Вот вы какой», сказала девушка медленно, со страшным изумлением, тем неясным очки угрожающим тоном, когда трудно понять, что последует за этими словами, удар по лицу или поцелуй. «Интересно ты себя ведешь, Зинка», сказала значительно Маня, «очень интересно ты себя ведешь. Что ты сказилась? Человек зовет тебя по делу, а ты играешь в театр, сиди и слушай». «Отвержись», зло крикнула Зина и дернула плечом. «Ну вот, сейчас буду слушать». «Подумаешь, невидаль какая». «Видали мы хахали и почище». «Зинка?» Соловейчик прижал руки к груди. «Зинка, ты не знаешь, какой это человек, до чего он хороший, сердце у него золотое». «Не бесись». «Чего ты хочешь, сумасшедшая женщина?» «Обидела мальчика». Зинка закурила. «Он молчит, а вы загавкали адвокаты». «Что он вам золото дарил, обедом кормил?» «Чем он купил тебя, соловейчик?» «Почему он молчит, не обижается?» «Противно мне с вами». Она затянулась, швырнула папиросу на соседний столик. Оттуда сказали предостерегающие барышня, не нервничайте. «Одного не можете поделить?» «Или со стариком спать не сладко?» «Отцепись, зараза!» Соловейчик заерзал, из-за обиженного столика поднялся громоздкий человек в расстегнутой шинели. Глаза его запали, он подошел к Батурину. «Уйми эту стерву!» крикнул он, качаясь, и махнул рукой в сторону Зинки. «Ишь, расселись, господа! Сразу двух забрал, одной ему мало, а старый жид маклирует гадюка!» Он смотрел на Соловейчика, глаза его округлились, он набрал в легкие воздуху и истерично крикнул «Вон, сукин кот, пока цел!» Соловейчик втянул голову в плечи. Батурин медленно вставал, руки у него заледенели, он не знал, что будет через минуту. В груди будто запрудили реку, бешенство водой подымалось к горлу. Не глядя на стол, он нащупал там пустую бутылку. «Убью!» подумал он. И будто свежий ветер ударил в голову. Позади, впереди, кругом была пустота. Батурин нашел глазами висок. «Стекка убьет!» закричал за соседним столиком отчаянный визгливый голос. «Стекка, уйди! Убьет! Видишь, человек не в себе!» Стекка отступил, открыл рот, замычал, коротко замахал руками. Тухлые, судачьи глаза его смотрели, не отрываясь в одну точку, в лицо Батурина. Батурин трудно и тихо сказал «Уйди!» Иначе и задрожал всем телом. Человек что-то бормоча скачил, бросился к двери, он толкал столик и опрокинул бутылку, ее звон прервал тишину, посетители облегченно засмеялись. Конферансье закричал надсаженным голосом «Граждане, инцидент исчерпан к общему удовольствию!» «Прошу соблюдать абсолютную тишину! У работников эстрады глотки тоже неказенные!» «Не забывайте, граждане!» Батурин сел. Сразу захотелось спать, в теле гудело изнеможение, с трудом он поднес к губам стакан пива и отпил несколько глотков. «Вот вы какой!» повторила Зина и улыбнулась. «Теперь я буду вас слушать!» «А раньше не хотела!» «Я знаю уже все от папаши!» «Вам в Ростове будет уважение!» сказала Маня. «Вы отшили Степку музыканта, его все боятся как холеры!» «Какого Степку?» «Ой!» «Соловейчик вытер шляпой потный лоб!» «Лучше не спрашивайте!» «Не дай вам Бог еще раз в жизни увидеть этого Степку!» «Он бандит стемерника!» «Как он тут под боком сидел, я и не заметил!» «Знаменитый парень!» «ГПУ по нем давно плачет!» Батурин снова рассказал вымышленную историю о пропавшей невесте. Проститутки слушали сначала так же недоверчиво, как и Соловейчик, потом, очевидно, поверили, Маня даже растрогалась. «Нет, такой здесь не было!» «А Перрисон был!» «Да вот Зинка расскажет, она с ним жила!» Зинка подняла к глазам стакан пива и долго не опускала. Батурин вздрогнул, четкие следы обозначились во всей этой путанице. «Ну что же ты, рассказывай!» «Сволочь, ваш Перрисон!» тяжело проговорила Зина, поставила стакан и в упор посмотрела на Батурина. «Собака, ваш Перрисон!» «Невеста твоя с ним сбежала!» Зина грубо перешла на «ты». «Чистенькая барышня!» «Артистка!» «Пальчики-маникюрчики!» «Когда ее найдешь, расскажи, как Перрисон нас по две на ночь брал!» «Замолчи, Зинка!» прикрикнула Маня и испуганно посмотрела на Батурина. «Что он первый такой, Перрисон?» «Чего распалилась?» «Отвяжись!» пронзительно крикнула Зина. «Дай досказать!» «Видишь, человек дерьмом интересуется, а на дерьмо охотников мало!» Батурин решил терпеть до конца. Он понимал, что малейшее слово может вызвать истерику, дикий скандал и тогда все потеряно. «Слушай, ты!» Зина дернула Батурина за рукав. «Зачем ты мне о невесте своей рассказал? Зачем после Степки? Эх ты, несчастный жених! Невеста, невеста! Да теперь все невесты порченные! Для дураков только и есть невесты, а для порядочных женщины!» «Порядочная девушка!» Зинька захохотала. «Ух ты, порядочный!» «Знал, куда пойти, чтобы невесту отыскать!» «Все вы чистехи, ручки дамам целуете, разговор у вас такой интеллигентный, а дойдет до дела наплюете в самое сердце!» «Не желаю!» дико крикнула она и вскочила. «Не желаю я видеть его!» «Маня, идем!» «А тебе, папаша, грех!» «Я из-за Пирисона травилась, его убить надо, а ты мне приводишь хахаля, он с Пирисоном из-за невесты дерется!» «А пропади, а не пропадом!» Она дернула Маню за руку и выбежала из пивной. «Отщелкала!» Пьяный за соседним столиком восхищенно покрутил головой. «Ай да, девка!» «Вот это да, девка!» Соловейчик был подавлен. Нанюхалась, взбесилась девчонка. «Что же теперь делать?» «От нее теперь ничего не добьешься!» «Ой, упрямая девочка, ужас!» «Пойдем!» Батурин встал. «Я подумаю, что с ней делать. Зайдите ко мне завтра утром!» Он дал Соловейчик пять рублей, и они расстались. На прощание Соловейчик долго тряс Батурину руку сухими и слабыми лапками. Батурин побродил по улицам, свежо и печально дул ветер, степи моря дышали на город полной грудью, в черной листве ослепительно струились гудящие огни автомобилей. «Что же делать?» думал Батурин. «Надо найти ее и рассказать правду. Она должна понять. Зря, совсем зря и глупо я начал врать». Он вернулся домой, написал письмо капитану суху всего три фразы «Пирисон был в Ростове», «След кажется найден, ждите писем» и лег. Уснул он тяжело и крепко. Утром он лежал и ждал соловейчика. Ходики хрипели, минутная стрелка ползла на глазах по засиженному мухами циферблату. Батурин смотрел на стрелку в оцепенении, казалось, время остановилось, а между тем прошло уже три часа, и ходики показывали полдень. В час соловейчика не было. Батурин встал и умылся во дворе под краном. Курчавые дети сбились вокруг него плотным кольцом и восхищались. «Смотри, как он моется! Не то, что ты, Мотя!» Детей разогнали крикливые и гневные мамаши. В три часа прибежал наконец соловейчик. Он принес важную новость. Он видел Зину, и она сказала, что хочет поговорить с Батурином. «Ой!» Соловейчик подмигнул. «Если бы вы знали, как это было!» Он испытующе взглянул на Батурина, закатился от смеха и помахал шляпой. «Ну, вы не знаете, как это было!» «Она сама пришла до меня!» Выкрикнул он наконец самое главное. «Она пришла и сказала, папаша, я вчера наскандалила. Правда некрасиво, папаша?» Я говорю, «Да, не очень красиво, ты обидела хорошего человека». Соловейчик говорит она, «Скажи мне, мне надо с ним поговорить». Но я тоже хитрый. «Что с того ответил я, что я знал его адрес, когда он вчера вечером уехал?» Она побелела вся. «Ты врешь, говорит старый пачкун, говори адрес». Я даже испугался. «Он живет секретно», сказал я. «Я не могу никому, боже меня, избави, сказать его адрес, но я могу позвать его, он придет когда-нибудь, ну, в сад, в пивную, куда надо, если он захочет прийти и поговорить с тобой». Она смотрела на меня как кошка. «Что-то ты крутишь, старик, вместе с ним», так она сказала. Потом она дала мне два рубля и говорит, «Соловейчик, милый, найди его и скажи, что я буду ждать его сегодня вечером шесть часов в городском саду на музыке». «Теперь вы имеете случай узнать все, что хотите». Девушке стало совестно. Я вам говорил, они обе хорошие, а что делать, если жизнь вышла так, что пришлось идти на асфальт. Соловейчик получил мзду и ушел возбужденный. Это дело ему нравилось. Чутьем пожившего человека он догадывался, что Батурин что-то скрывает, что дело гораздо важнее, чем кажется. Свои мысли он закончил восклицанием. «Молодое дело! Ой, горячие люди, горячие люди!» Батурин долго брился, часто откладывал бритву и задумывался, глядя в зеркало. Наконец поймал себя на мысли, что надо переодеться, надеть синий тонкий костюм. В нем он молодел, синева хорошо оттеняла бледность лица с морщинками около губ. «Это нужно для дела», подумал он, стараясь увильнуть. Но тотчас же уличил себя и сказал громко, «Вот сволочь!» Ругательство это относилось к самому себе. Он вспомнил глаза Зинки как бы искусственно удлиненные. Шепот «Вот вы какой!» И у него заколотилось сердце. «Сколько ей лет», подумал он, и решил, что года двадцать три, двадцать четыре. Костюм он надел синий, вышел на улицу без кепки, теплый ветер пригладил его волосы. Он взглянул на себя в зеркальное стекло магазина и внезапно ощутил, что стал гибче, свежее, что полон мальчишеского задора. Насмешливая и явно искусственная мысль об омоложении, проскочившая в мозгу, была данью застарелой привычки. Чувство молодости, ветра, то чувство, что, не задумываясь, можно определить как начало подлинного счастья, билось в теле как сердце. В саду, в горах листвы сверкали белые небольшие лампочки. Было похоже на иллюминацию. Запах духов и политых дорожек был совершенно южный, немыслимый на севере. Полосы зеленого света, черные кущи деревьев и звенящие все нарастающие пенье скрипки вызывали ощущение печального и свежего отдыха. На скамейке у фонаря, светившего с высоты шипящей звездой, сидела Зина. Батурин остановился и смотрел на нее пораженный. Она была бледна цвета фонаря. В небрежной ее позе, в том, как она устало откинулась на спинку скамейки и глядела в темноту кустов, задумавшись о чем-то, было нечто необычное, заставившее Батурина простоять в тени несколько минут. Он растерялся. Если бы его спросили, что он ощущал, глядя тогда на нее, он, очевидно, ответил бы несвязно и глухо отцветения, полном терпкости и порыва. Она раздраженно похлопывала перчаткой по открытому колену. Короткий, шуршащий английский плащ не скрывал ее легких ног в шелковых серых чулках. Поля маленькой шляпы затеняли глаза, но Батурин знал, как ярко блестят они нетерпением и смутной бушующей болью. Были видны на щеке косо и четко подрезанные блестящие волосы. Неужели она проститутка? То, что он видел, эта молодая и печальная женщина, зинка с асфальта, было невозможно. Таило в себе начало почти чудесной перемены. Батурин медленно подошел. Она встала. Наконец вы пришли, сказала она с легким упреком. И Батурин не узнал ее голос. Так он был чист. А я боялась, что не увижу вас. Батурин смотрел на ее губы, тонко очерченные, хоть вздернутые, они дрожали. Он не мог поверить, что вчера в пивной эти же губы кричали «Зараза, дерьмо!» «Неужели это вы?» спросил Батурин и в темноте покраснел. Вопрос был действительно глуп. Она резко повернулась к нему, усмешка обнажила ее ровные сверкающие зубы. «Да, я, 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 я проститутка Зинка, я дорогая проститутка, за красоту платят больше, вы ошиблись, если приняли меня за рублевую». «И Соловейчик врет, когда болтает вам об асфальте. Вчера я была пьяна, говорила все, что мне хотелось. Вы очень обиделись?» «Нисколько». «Идемте», она тронула его за руку. «Пойдем в тень, здесь светло, трудно говорить». Переходы от рогости к вызову, от печальных слов к дерзости, звенящие в голосе разбитым стеклом, заставали Батурина врасплох. «Прежде всего, не зовите меня Зиной, зовут меня Валя». «Я кое-что хотел спросить». «Спрашивайте, потом буду спрашивать я». «Вот вы засмеялись. Говорите, что я нисколько не обидел вас. Это правда?» «Правда. Почему? Потому что вчерашний рассказ чепуха. Нет у меня никакой невесты». Валя остановилась. В темноте Батурин не разглядел ее лица. Он ждал дерзости, но, как всегда, ошибся. «Боже, какая я дура!» «Теперь расскажите мне все, но только чистую, чистую правду». Батурин рассказал ей историю с дневником, с Нелидовой и Пирисоном. когда он кончил, она повторила так же загадочно вчерашнюю фразу «Вот вы какой!» «А теперь я расскажу вам об этом Пирисоне. Он негодяй. Где он сейчас, я не знаю. Два месяца назад был в Ростове, потом уехал в Таганрог, оттуда в Бердянск. Я готова была убить его. Вы это никогда не поймете, потому что вы мужчина. А знаем мужчин до конца только мы. Я прожила с ним две недели, я боялась его, теряла голос, он бил меня. Я однажды нанюхалась кокаину и отравилась, но меня спасли. Я думала тогда, что напрасно». Она помолчала. Вот и все. «А что вы хотели спросить? Почему вы позвали меня?» Валя в ответ засмеялась. «Часто смеешься вместо того, чтобы плакать. Отвечать я не стану, пойдемте». По Садовой она почти бежала, не глядя по сторонам. Также быстро спросила, что вы будете делать дальше? «Поеду в Таганрог». «Когда?» «Завтра же тянуть незачем». «Я кое-что узнаю сегодня вечером о Пирисоне». «Как вам это передать?» «Назначьте место». «Утром, но рано, часов восемь, вы сможете прийти в порт, в кофейню с Пиро, знаете?» «А теперь прощайте». «Прощайте?» Батурин крепко пожал ее горячую руку. «Я страшно вам благодарен». На ладони остался запах духов, и Батурин вечером ложать спать не мыл рук. Было жаль смывать этот запах. «Утром в кофейне с Пиро, розовой и грязной. Он уже застал Валю, она была бледна. Что с вами?» «Так не спала ночь». «А с вами?» «Вы тоже очень бледный?» «Тоже не спал», ответил Батурин и улыбнулся. Она испуганно опустила глаза. Батурин заказал кофе, но Валя даже не притронулась к чашке. «Я не могу сейчас пить», сказала она, будто извиняясь. А Пересоне ничего больше не узнала. «Тоска у меня». А тут встретился такой человек непонятный. «Да, вы, вы непонятный». Еще хуже стало. «Я вас обидела, а вы меня защитили от степки». «Вы убили бы его, правда?» «Возможно». «Как вы поедете в Таганрог пароходом?» «Да, в два часа идет Феодосия». Валя деланно засмеялась, густо покраснела. «Слушайте, вот что, возьмите меня с собой, я, может быть, вам помогу, мешать я не буду, можете совсем меня не замечать. Мне бы только вырваться из Ростова, я себе здесь опротивила, проживу в Таганроге день-два, там видно будет. Ну что же, едем». Валя смотрела на Батурина пристально, слегка открыв рот. «Скажите еще раз». «Едем?» «Вы что ж, не верите мне?» «Вот теперь хорошо, без ну что же, в Таганроге меня никто не знает, вы можете даже ходить со мной». «А вчера я бежала и не потому что боялась вдруг привяжется мужчина, а потому что могли подумать, что вы, вы со мной». «Странно все это подумал Батурин, у него было явственное ощущение, что жизнь пошла пестрыми зигзагами, он жил эти дни в дыму как пьяный, кто она? Таких проституток не бывает», он путался в догадках, Валя будто поняла, «Только не спрашивайте меня никогда, как я, ну вы сами понимаете, да зла все это, злость во мне страшная». «Конечно, глупо, может быть прорвет меня, тогда расскажу». Они расстались. На пристань пришел соловейчик, Валя приехала после второго гудка, когда она взбегала по сходним, капитан переглянулся с толстым помощником и подмигнул. Она вспыхнула, быстро прошла на корму к Батурину. На глазах ее были слезы. Соловейчик отвел Батурина в сторону и зашептал, «Может, вы мне скажете по чистой совести, в чем дело?» «Ой, товарищ Батурин, товарищ Батурин, соловейчика вы не обманете». Палуба вздрогнула от третьего гудка. Соловейчик заторопился, ну, как-нибудь в другой раз. «Дай вам бог удачи». Пароход отчалил, застилая реку жирным нефтяным дымом. Соловейчик помахал старой фетровой шляпой и, сгорбившись, побрел домой. Молодое дело кончилось. В дороге Валя изредка взглядывала на Батурина яркими радостными глазами. Один раз спросила, «Вам не стыдно со мной?» Они стояли у борта, пароход шел морем. В истине древнем тумане темнели берега, и в этой густой теневе зарождался вечер. Над Таганрогом была гроза, розовые зорницы слепыми вспышками освещали воду. Батурин ничего не ответил, только положил руку на пальцы Вали. В Таганрог приехали после теплого обильного ливня. Представление о Таганроге было связано у Батурина с Чеховым. Он подумал о теньком городе, пустырях, поваленных заборах провинции, и как всегда ошибся. Так ошибался он постоянно. Еще не было случая, чтобы представление его о чем-нибудь не разбивалось бы в дребезги при столкновении с действительностью. Эта его черта была источником постоянных насмешек для Берга. Единственный извозчик повез их в город через игрушечный заросший травою порт. А дуванчики цвели среди гранитных плит, раздавленная колесами полынь наполняла воздух горечью. Таганрог был затоплен тишиной, почти звенящий, был пуст, уютен, изумительно чист. Фонари искрились в воздухе, после ливня в нем был блеск предельной прозрачности. Над морем загорались звезды, свет их был усталый, они мерцали. Батурин подумал, что звезды теряют много пламени, отражаясь в морях, реках, в каждом людском зрачке. Из садов сочились запахи цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был перенесен сюда с Эгейских островов, был необычайным смешением Греции, Италии и Запорожских степей. Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны. Остановились в гостинице кумбарули с коричневыми комнатами, на стенах темнели облупленные фрески, все состояло из красок, ночь нависла кущами черной сирени, мигали белые зорницы, ртутные капли дождя падали с листьев, лампы зажглись в глубине окон, и комнаты казались сделанными из воска. Глаза вали, зеленоватые и яркие потемнели от возбуждения. Что-то сдержанное, как непрошенные слезы, восторг, легкий крик, готово было сорваться с ее губ. Батурин открыл окно и остановился пораженный безмолвием, чистым, как родниковая вода. Валя тихо подошла сзади. Он слышал ее дыхание, потом обернулся на какой-то странный звук и увидел слезы, неудержимые, захлестывающие сердце, невыносимым счастьем слезы текли по ее щекам из-под прикрытых ресниц. Она схватила его руку, хотела что-то сказать, но не дали слезы. Она только посмотрела на него искоса из-под ладоней, и этот взгляд Батурин так и унес с собой на всю жизнь. В нем было то, для чего нет слов на человеческом языке. Как все внезапно, промолвил он тихо. Валя засмеялась и сказала, снова переход, заставший Батурина врасплох, что она очень хочет есть. Она ушла за ширму, переоделась, вышла оттуда бледной, возбужденной, как в Ростове, в саду, легко сбежала по лестнице, распахнула дверь на улицу. Ветер прошумел в акации, рванул ее платье, тело у нее было совсем девичье, очень тонкое, под платьем обозначились круглые маленькие груди. В столовой пламенели под потолком начищенные лампы. Греки и шкипера в морских каскетках смотрели на Валю и дружелюбно улыбались. Зубы их блестели, как у негров на этикетках от Рома. Один шкипер с серебряной щетиной на худом лице спустился по ступенькам в сад, сорвал вьючиеся белые цветы и положил на стол около Вали. «Это вашей жене», сказал он Батудину, улыбнулся и протянул руку. «Нам весело на вас смотреть, будем знакомы, моя фамилия Метакса». Он подсел к столу и рассказал о Таганроге много любопытнейших вещей. После его рассказа Таганрог потерял для Батурина последние черты реальности. Он казался сказочным городом, освещенным синим пламенем пунша, каким-то выдуманным гриновским зурбаганом. Он казался солнечным цветником, где старики, поливая грядки, вспоминают стопушечные линейные корабли, бьет колокол и все бегут на плоский берег встречать оранжевый гигантский пароход. Все перепуталось в голове у Батурина. Он выпил вина. Таганрог казался затерянным на острове среди эпох революций войн. Патриархальная жизнь цвела медлительно и беззаботно и совершенно зря в портовых конторах тикали громадные маятники, начищенные до блеска, как медные тазы. Валя сжала руку Батурина сильными пальцами в тугой перчатке. Не смейте мне ничего говорить. Я всех, всех, всех люблю сейчас. Вечер мягким золотом ламп горел на ее руке. Дым трубок пахнул медом столетиями скитаний. Весь вечер они провели в порту со шкипером Метаксой. На Малу репейник цеплял за короткое платье Валя, она отрывала его и бросала в море. Черными кругами расцветала вода. Около старой наваринской пушки невнятно шумело море, по словам Метаксы одно из интереснейших морей. Оно крепко по рыбачьи пахло солью. У Мола поскрипывали заспанные шхуны. Бледные фонари на мачтах освещали пустые палубы. Казалось, трюмы этих шхун полны грудами сиреневой бьющейся рыбы. Весь этот пустынный порт, качавший в гаванях масляную воду, был закутан в звездное небо. Валя часто смеялась, потом подолгу молчала, будто прислушиваясь к отдаленным звукам. Она шла рядом с Батурином, наклоняла голову и всматривалась в его лицо. Метакса был сдержан, хрепловатый его голос звучал со старинной вежливостью. Рассказы его можно было назвать новеллами, они были кратки, забавны и легки. Ночь, шхуны, аллеи черной листвы, присутствие старого шкипера, горячая рукова Валя внезапно вызвали у Батурина острое ощущение иных эпох, эпох романтизма. Все рассеялось в теплой тьме. И осень в Пушкине, и Берг, и Капитан, и дневник Нелидова, паруса шумели над выскобленными песком палубами. Когда это было? Вчера корабли отходили в Колхиду, жизнь пестрела как сад, отвага и смех плескали из души, и цвело не отцветая бесконечный лет. Брызги дождя падали на мягкие волосы поэтов. Валя тихо сказал Батурин, я схожу с ума. Вот и чудесно. Батурин испытывал то же, что испытывали некогда измученные странствиями бродячие рыцари, поверившие в девственность Марии. Они целовались крыжища ржавыми латами, истлевшие ее покровы, и смешные слезы стекали по их щекам. Слезы о завоеванных странах, где тяжелые готические розы распускаются под небом Египта, и Венера, отдаваясь так же чиста, как Мария. Вернулись поздно. В гостинице Валя легла на кровати Батурин на продавленном узком диване. Он долго не спал. Чудесная девушка, думал он, глядя на острую звезду. Она переливалась то белым, то синим светом. Тишина стояла за открытым окном и вместе с Батурином прислушивалась к дыханию Вали.